С 4-5 лет начались такие выбросы в астрал, и мне там приходилось уже на месте разбираться, поскольку не было информации нигде в окружении, что с этим делать. Я прямо видел, как в пространстве действительно есть некие сущности. У меня в определенное время открылось это пространственное видение. Можем через космоканалы работать даже с событиями, которые были далеко в прошлом, далеко в прошлых жизнях. Наши предки говорили, что сны — это такой тренировочный зал перед тем, как выйти в тонкие миры, когда мы сознание отключаем из своего физического тела и начинаем путешествовать, взаимодействовать. Каждый имеет доступ к этой энергии, но из-за зашоренности ума, из-за убежденности, из-за неверия люди себя сами ограничивают. Никто нас тут не ограничивает. Мы не в тюрьме живем. Если ты себе откроешь определенные состояния, ты можешь в них путешествовать и взаимодействовать. Секс — это ворота в космос. Мы поднимаем энергию кундалини, мы запускаем все наши чакры, и у нас открывается просто такой столб света, через который мы можем духовно расти. И вспоминать свои прошлые жизни, напитывать энергией и так далее. Привет, друзья! Это «Тайны жизни». Меня зовут Артем Харитонов. И сегодня у нас в гостях Юрий Артеев, магистр-прогрессор космоэнергетики, одной из самых молодых методик совершенствования человека. Пойдемте! Юра, привет! Привет! Спасибо, что согласился сегодня прийти. И сразу первый вопрос. Что такое космоэнергетика? Коротко не получится, но если постараться, то космоэнергетика — это компиляция древних духовных знаний в современной обертке. То есть адаптированное знание духовных практиков, религий, разных конфессий, которые может применять каждый современный человек для себя, для совершенствования в материальной и духовной сфере. А как ты вообще пришел? Как ты узнал о ней? Мой путь в космоэнергетике... Как обычно, люди приходят в космоэнергетику совершенно случайно. Нет такого, что... Очень редко случается, что ты родился в семье космоэнергетов, и там все, тебе с детства это знание дают чаще всего. Это какой-то духовный путь, духовный поезд. Мой путь духовный начался с самого детства, через осознанные сновидения, с 4-5 лет начались такие выбросы в астрал, и мне там приходилось уже на месте разбираться, поскольку не было информации нигде в окружении, что с этим сделать. Не было друзей, знакомых, кто этим занимается, родители не понимали, что происходит. Я, в принципе, особо-то не распространялся. После этого начал изучать основные другие духовные религии, через буддизм прошел. Ну, в принципе, все вот, что можно в себя впитать, когда появилась уже осознанность, через книги, через интернет, через практику непосредственно, и только уже после 30-ти я пришел к космоэнергетике. Ну, как обычно это бывает, в пространстве появилось слово «космоэнергетика» где-то, оно привлекло внимание, разговаривал с этим человеком, оказался мастер космоэнергетики, и все, и вот так, сразу по щелчку, чувствую, мое, хочу, надо. А как ты, вот как ребенок, понял, что он попадает в астрал? Как он понял, что это как бы что-то сверх, а не то, что у всех происходит, в каждую ночь? Знаешь, ребенок, в принципе, все воспринимает как должное, у него нет еще этой оценочной системы, если никто не учит, никто не говорит, что хорошо, что плохо, ты воспринимаешь то, что с тобой происходит, абсолютно естественно. У меня вот абсолютно небогато жили в детстве, плюс еще мать жила без отца, там был такой ранний развод, мне было 3 года, и у меня было такое ощущение нехватки, что мне не хватает, во-первых, отца, а во-вторых, игрушек. И я себе во сне придумал целую комнату, куда я попадаю каждую ночь, и у меня там все игрушки, которые я захочу. И эта комната была доступна мне вот каждую ночь. Я засыпал сразу в эту комнату, игрался там, потом постепенно я понял, что я могу не просто игрушками играться, я могу там взлетать, я могу там прыгать повыше, когда там какие-то мультики посмотрел, думаю, вот, мишки гами прыгали высоко. Начал тоже пробовать, и понял, что есть какая-то реальность, где я могу взаимодействовать в тонком мире. Но потом я просыпаюсь и вынужден вот действовать здесь. Я с детства жил в таком состоянии, что есть что-то более тонкое, но это более тонкое, оно более весомое, чем внешний мир. И у меня все время было чувство, что кто-то за мной смотрит. Знаешь, вот я знал, что у меня есть там родитель, отца я уже и не помнил с детства, потом только уже во взрослой жизни с ним познакомился. У меня есть родитель, которого я должен слушаться, потому что так в социуме заведено. Но в то же время я ощущал, что есть кто-то, знаешь, как учитель или там вот дедушка, кто такой вот, он просто своим присутствием здесь в поле, он структурирует само пространство. И чем бы ты ни занимался, он тебя видит. Я все время прям вот чувствовал, что где-то сверху идет какой-то надзор за мной. И когда я неосознанно ходил в какие-то практики, там в 5-6 лет уходил куда-то гулять, забирался на крышу сарая, садился, закрывал глаза, чувствовал, как солнце идет по коже, мне было интересно, как вообще это происходит. Потом у меня случались такие абсолютно случайно, выход из тела случился, расширение, то, что сейчас практикуют в шавасане, когда ты себя расширяешь, до размеров вселенной сужаешь, до размеров песчинки. Такие со мной происходили моменты, и я прям видел, как в пространстве действительно есть некие сущности. У меня в определенное время открылось это пространственное видение, которое потом в юношестве закрылось, потому что пошла другая жизнь, скажем так. Но в детстве я этим пользовался и не удивлялся. Просто потому, что я с этим родился, я с этим пришел, и это мое больше, чем внешний мир. Когда я пытался кому-то рассказывать, как может восприниматься родителям, когда ребенок ему такие вещи говорит. Чаще всего, ну, фантазия, сон приснился, сказок начитался и так далее. То есть, внимание родителей этому не уделяли? Нет, абсолютно никакого. Ну, времена были непростые. 90-е, лихие, лишь бы выжить, и там все было направлено на материю, на заработок и так далее. Но у меня все время был больше фокус внимания вовнутрь. А в материи я себя так не особо проявлял, и мне вообще было странно. Чувствовал себя здесь, знаешь, ограниченно. Потому что, когда попадаешь в физический мир, ты вот вынужден жить по законам этого физического мира, ходить на двух ногах, там, разговаривать с людьми, как-то думать, чтобы все тебя правильно поняли, никому ничего не набредить. А вот мне было гораздо комфортнее в тонком мире. А вот ты начал свой духовный путь, можно сказать, с детства, и потом поэтапно дошел, пришел в космоэнергетику. А сама вот эта методика, она доступна всем людям, или вот обязательно тем, кто уже давно практикует, нужно дойти до какого-то этапа, до какого-то левела, чтобы выйти в понимание самой сути? Тут есть два момента. Поскольку сейчас энергии и времени настолько быстрые, знания очень много, по факту методика и знания становятся доступны массам. Это не нужно было, как раньше идти, полгода добираться до Тибета, пешком на осликах и так далее, полгода пробывать в ногах у учителя, и дальше даст он тебе посвящение, инициацию, не даст, непонятно, сейчас вышел в интернет, поверхностно, но ты можешь ознакомиться, в принципе, с большущим спектром каких-то методик, практики и так далее, что тебе откликается. И с этой точки зрения методика доступна каждому, но с точки зрения, знаешь, есть такой энергетический дресс-код. То есть, есть люди, которые приходят, вот им там, по маяковалу в пространстве, это слово космоэнергетика, они такие, о, хочу, хочу там, не знаю, быть лучше, чем другие, хочу обрести какие-то ситхи, сверхспособности. И они приходят, у них есть деньги, они, дай мне все каналы. В моей истории таких случаев не было, я никогда не передаю неподготовленному человеку каналы, но ко мне приходили люди, кто говорит, вот мне там другой магистр прогресса передал все каналы, я понятия не имею, что с ними сделать вообще. Человек неподготовлен, его эта масса энергии просто начинает крутить, выкручивать, и все, он попрактиковал месяц-два максимум, у него в жизни какие-то события закрутились, космоногетика очень ускоряет события, если человек не готов к этим трансформациям, его начинают колбасить, и он потом говорит, что все, метод не работает, все плохо, я вот получил посвящение, и там, у меня там плохое самочувствие, а то, что внутри у него начали вылазить все его скелеты из шкафов, которые он так тщательно расфасовывал на протяжении всей неосознанной жизни, потому что чаще всего люди приходят там после 30-35 идти в космоэнергетику, и у них очень большой объем накопленной жизни, накопленного опыта вовне, и если человек каким-то образом этот опыт не успевал перерабатывать, переваривать, да, это все может какими-то убеждениями негативными, какими-то реакциями, обидами и так далее, с родителями очень много завязок, в школе там кто-то над ним пошутил, все это сознанием расфасовывается в дальний уголок до лучших времен, когда человек начнет становиться на духовный путь, тогда это все начнет вылазить, ну это как инструмент очистки, ты там начинаешь пылесосить ковер, понятное дело поднимается вот это вот все, с человеком то же самое, если человек недостаточно осознанный, не понимает процесс духовного роста, духовный рост это не про медитацию, ты сел и все, ты вознесся, тебе классно, духовный рост это про достаточно жесткие проработки, и люди, приходящие в космоэнергетику, неосознанно их начинают просто выкидывать оттуда, просто, ну практика слишком сильная для них оказывается, поэтому этот энергетический дресс-код, он работает, либо человека вообще не впустят в космоэнергетику, случится все, чтобы только человек не получил посвящение, либо через некоторое время после посвящения его начнет подколбашивать, что он сам уйдет. А как бы вот ты рекомендовал, чтобы познакомиться с этой методикой, но как бы мягко, есть какой-то базовый уровень, куда можно получить доступ, чтобы ты советовал? Как говорил основатель космоэнергетики Петров, первые ключи, первые каналы базовые, они передаются, точнее пароль для открытия этих ключей, он вербальный. Ты как мантру, как сутру проговариваешь определенный ключ. И от Петрова была такая рекомендация, каждый здравомыслящий, осознанный человек, кто умеет говорить, он уже достоин того, он, скажем, то, что бы достоин, готов к тому, чтобы получить базовые каналы. И базовые каналы, то есть тут важно понимать, что космоэнергетикой невозможно себе навредить, невозможно навредить другому человеку. Все настолько экологично устроено, это как большой тренировочный зал гимнастический, где все мягко, где все подстелено, ты даже если что-то где-то не так упадешь, не так откроешь какой-то канал или какие-то несовместимые каналы откроешь, ничего страшного не случится. А ты же говоришь, что если принять те каналы, к которым не готов, начнется... Начнет подниматься муть из человека, те скелеты, которые уже были в нем. Человеку просто начнет становиться не по себе. И все. И это тоже такой тумблер, переключатель и показатель, насколько сейчас человек в принципе готов к этой практике. И базовые каналы, они как раз-таки настолько мягкие и универсальные, что там четыре канала, вот в нашей школе мы передаем Форум Будда, Ферас, Шаун и Зевс. Форум Будда это такой универсальный канал, есть некоторое мнение, что этот канал это магнитное поле нашей планеты Земли. То есть вот Земля вибрирует на каком-то уровне, в каком-то диапазоне, и этот канал является этим полем, основной, скажем так, движущей силой этого поля. Естественным образом, если мы были здесь рождены на этой планете Земля, наша энергосистема она сонастроена с этим полем. Мы являемся частью этого объекта, этого организма под названием Земля. И поэтому это на нас очень сильно влияет. Сейчас Земля повышает свои вибрации и люди тоже начинают как бы просыпаться. Естественным образом, такие события происходят, что у людей начинают случаться такие моменты, что они понимают, надо делать что-то, что я раньше не делал, чтобы достичь того, чего у меня раньше не было. И первый канал Форум Будда, он настолько универсальный, настолько мягкий, что его можно использовать на любую сферу жизни. На здоровье, на ожог, на простраивание маршрута по GPS-у. Второй канал Фераст, он убирает с тонких тел негатив, условно говоря, если коротко объяснить людям, что в пространстве вокруг нас оно все время движется. Это вот мы с тобой сидим, тут вроде пустота. На самом деле здесь очень много энергии, пространство плотное. На Бали, в Убуде, тем более, это очень сильно ощущается. Оно такое, как желеобразное иногда ощущается, это пространство. И кто-то когда-то в этом пространстве сделал какой-то не очень хороший поступок, не знаю, накричал на кого-то. И этот вот сгусток, он в пространстве встается висеть. Если человек с собой не работает, он, перемещаясь в пространстве на свою ауру, набирает постепенно каких-то штук, от которых у него там портится настроение, он входит в депрессию, ему становится как-то вот не по себе. Если от этого не очищаться, через разные практики, можно углехождением заниматься, но можно просто дома на даче огонь жечь осознанно, через огонь очищаться, через свечку нужно очищаться, можно через канал фераст. Вот он убирает с ауры, скажем так, тот негатив, который человек набрал из недалекого горизонта событий. Не из прошлых воплощений, а вот двигаясь вот в этом пространстве. А как выглядит вот сам процесс, вот когда ты подключаешься к этому каналу? Есть два момента взаимодействия. Либо на человека открывает канал другой космоэнергет, либо космоэнергет на себя открывает канал. Если вот будем брать второй вариант, человек обучился космоэнергетики и открывает на себя канал. Есть такое понятие, как наработка каналов, частот. Я передал частоту человеку, и человек нарабатывает ее стоя, он становится в закрытом помещении, в знакомом помещении, что немаловажно, чтобы он, скажем так, чтобы его психика не ожидала какого-то подвоха, что сейчас кто-то войдет в дверь, потому что человек погружается вот до этого состояния, там волна, она такая медитативная становится. Человек открывает на себя через определенный ключ канал и дальше уходит в ощущение. То есть канал открывается вербально, но дальше человека уводит, поток идет, и человек начинает чувствовать, как он взаимодействует с этим каналом. Абсолютно разные могут быть ощущения. Ну, все это под музыку медитативную, и человек погружается на 20, на 30, на 40 минут в такую медитацию, но стоя, что немаловажно, потому что именно стоя эффективнее всего процессы запускаются. Мы единственные существа на планете Земля, у которых вертикальный позвоночник. Поэтому наша сила, когда мы держим позвоночник ровно. Но потом, после процесса наработки, когда человек всеми своими, скажем так, датчиками, сенсорами смог уловить, вот, я открываю канал Фераст, и я его ощущаю как вот такой, там, теплый, немножко золотистый цвет я вижу, и он понял, что это устоялось с нем, вот. Канал Фераст у меня такой, канал Шаон следующий у меня вот такой, он немножко пожестче, песочную структуру по ощущениям. Я его тоже научился идентифицировать. После этого он может открывать его хоть за рулем, хоть лёжа. Рекомендую даже вот каналы использовать перед сном. Потому что человек, когда приходит после рабочего дня, такой загнанный, как лошадь, никакой практики не делает, и ложится вот в всём этом вибрирующем состоянии спать. Естественно, либо снов нет, там, провал конкретный, либо какие-то ужастики снятся. Ментал просто перерабатывает поступившую информацию, чтобы хоть как-то почистить внутреннее пространство. Я верно понимаю, что в космоэнергетике существует какое-то определенное количество этих каналов, и постепенно, поэтапно человек себе их добирает. Да. Начиная вот с этих четырёх стартовых, которые ты назвал. Да, это базовые четыре канала, которые рекомендовал передавать сам Петров. В некоторых школах сейчас, современных Петров ушёл, оставил тело в 2007 году, в некоторых школах сейчас базовое посвящение, там, даются 5-6-7 каналов, поэтому у некоторых зрителей, у некоторых наших подписчиков вопрос, почему у вас только четыре. Четыре, скажем так, для тех людей, кто не готов взять больше, потому что разные приходят потенциалы людей, кто-то готов, кто-то не готов к большему. Те, кто чувствует потенциал в себе, энергетический, и он приходит там, либо после других практик, либо мастера рейки приходят к нам обучаться, либо человек просто, видно, что он осознан, и он хорошо понимает, куда он идет, тогда ему можно заходить сразу на третий, на четвертый уровень обучения, там, где уже, скажем так, сразу на уровень мастера можно идти, но это постепенный процесс, в любом случае, даже если человек берет себе 44 канала до уровня мастера космонагетики, то этот процесс растягивается минимум на 4-5 месяцев. То есть, у нас все так в школе расписано, что день мы даем посвящение, потом теория, на следующий день отдых, потом мы смотрим по состоянию человека, насколько его энергосистема сейчас принимает это взаимодействие, потому что вот все эти невидимые скелеты в шкафу, которые неосознанно откладываются, поскольку человек их не видит, он не придает этому значения, но когда энергия начинает идти, начинает все очищаться, ты знаешь, как если водопроводная труба, она забита чем-то, идет поток слабенький, и вот запуск канала, он прочищает наши энергетические каналы, все равно, что сильный поток воды тут трубу выбивает, оно сначала пшикает, потом оттуда что-то вылазит, и потом начинается нормальный равномерный поток, то же самое с человеком, если аура где-то, не аура, чакра где-то там, допустим, недоактивирована, или аура имеет определенные пробои, идет сильный поток, чаще всего у людей с первыми тремя чакрами проблемы, идет сильный поток, и через пробоины в ауре, естественно, как где-то в судне есть дырка, туда идет, направляется давление, и из-за давления этого люди могут даже терять сознание, то есть у нас есть такие случаи, когда мы делаем сеанс первоочистительный, когда человек, любой человек, кто приходит, прежде чем передавать частоты, нужно ему его подготовить, и этот сеанс, он достаточно мощный, но аккуратный, но мощный для тех, кто с собой, скажем так, не работал ранее, потому что все вот эти недоработанности, они очень бедны становятся, люди бледнеют, повышается температура, но этот процесс во благо, важно понимать, что перед тем, как болезнь уйдет, у нее есть некое обострение, то же самое, в принципе, если есть какая-то проблема на физическом плане, которую можно решить с помощью операции, операция неприятная сделает часто больное. Подобный процесс с энергетикой происходит, чтобы произошло исцеление, нужно пройти через определенный дискомфорт, вот это вот важно. Ты сказал про Петрова, да, это, как я понимаю, основатель, да, космоэнергетики, что это за человек, как вообще, откуда он взялся и откуда он появился? Говорить про Петрова лучше сразу в контексте истории космоэнергетики, чтобы зрителям стало понятно, откуда вообще это взялось, поэтому... Вкратце, если. А, вкратце? Да. Это ученый, практик, академик, который в свое время получил знания про каналы, знания про эту методику и структурировал ее и начал продвигать в массы. Увидел в ней потенциал и начал этим заниматься. Это если коротко. У тебя есть определенная регалия, да, магистр, прогрессор. Что это такое, что это означает вообще? В космоэнергетике вот в основном, скажем так, пути космоэнергета, допустим, более 60 каналов. 20 с чем-то каналов это буддийский блок, он никакого отношения не имеет к божеству Будда и к этой религии, просто, если захочешь, потом расскажу, почему так называется. это блок лечебных частот. То есть, прежде чем человека допускать к работе с тонкими энергиями, которыми можно реально творить чудеса, он должен почистить свою физику. Хороший, красивый дом, на болоте не построишь, нужен фундамент. Если где-то есть просадки, кислотная среда, всякие паразиты в организме, это все про первый блок. Конечно, у частот этого блока есть еще более тонкое магическое воздействие, психическое воздействие работает там и на шизофрению можно. В общем, там очень много целый спектр, поскольку более 20 частот. Следующий блок, когда человек освоил эти частоты, следующий блок магический. Тут уже частоты более сильного порядка по вибрационной составляющей. Этими частотами можно реально воздействовать на пространство. Есть частоты, которые гармонизируют большие территории. Часто у нас было такое, куда-то выезжаешь, на пикник, на природу с палаткой. И тут на соседнем берегу кто-то шансон включил и очень-очень громко открываешь золотую пирамиду, 3-5-10 минут ребята успокаиваются. То есть с намерением, что я хочу сгармонизировать это пространство. Это нет вот этого воздействия, то есть против свободной воли других людей, которые хотят слушать такую музыку? Это можно так рассматривать, но тут важный момент, то, что идет с любовью для гармонизации, то можно применять на других людей без спроса. Изначально идет запрос напрямую не с человеком, а идет запрос через, скажем так, тот канал, через высшее я, с кем мы работаем. Канал это более многомерные, эталонные структуры, и идет запрос, я обращаюсь к своему высшему, я могу ли я здесь сейчас применить канал. Приходит ответ, да, все, я могу. Если приходит ответ, нет, я не применяю канал, даже насколько бы мне там не хотелось что-то улучшить. И какая ситуация получается, если люди там на другом берегу, вот этот пример сейчас разберем, немножко деструктивно себя ведут, что-то выпивают, что-то едят не совсем хорошее, они могут там в этом процессе дойти до каких-то там странностей. Сгармонизировав их обстановку, их ситуацию, им будет только благо. В этом ключе можно открывать каналы для блага человека абсолютно спокойно. Также есть каналы, допустим, вот канал Хум, который, это земной канал, он очень быстро убирает агрессивную энергию человека. Вот кто-то там воспалился, сейчас он прям драться идет, открываешь на него канал Хум, буквально до секунд дело доходит, это сброс негативной энергии, человеку надо ее куда-то деть. Либо он ее в кулаках применит в драке, либо она уйдет в землю на благо всей нашей вселенной. И человек такой, фоп, не понимает, что с ним произошло, но он резко успокоился. И тут вот становится вопрос, во благо или не во благо. Конечно, у нас есть в процессе обучения отдельный кодекс космоэнергеты, где мы подробно рассказываем ученикам, в каких ситуациях можно открывать каналы, в каких ситуациях нельзя открывать каналы. Там порядка 15 пунктов, таких очень всеобъемлющих. И поэтому, ориентируясь на эти пункты, скажем так, кодекс морали, ориентируясь на эти пункты, становится понятно сразу, где я могу применять частоты, где не могу применять частоты. Есть каналы вот в этом магическом блоке, их тоже порядка 20, есть каналы, которые я использую, когда нахожусь в местах, где много людей. Аэропорт, вокзал, рынок какой-то. Я открываю на себя канал Первый Магический. Этот канал, скажем так, старший брат канала Фераст. Канал Фераст очищает энергетику от всего того, что человек набрался относительно недавно или там в этом воплощении, а канал Первый Магический убирает все вплоть до 12 поколений. Если осознанно с ним работать на определенную, скажем так, задачу, и открывая этот канал, ты, получается, твой аурт раскручивается, как юла. И какие-то шарики или какие-то неприятные штуки в пространстве висящие, они просто отскакивают от тебя, и ты ничего лишнего на себя не наберешь. Особенно это актуально, когда человек приходит на стадион, на хоккейную игру, на футбол, на какой-то рок-концерт. Там просто суп из энергии, и можно такого набраться на себя неосознанно. Туда же приходят набраться. Кто-то приходит очень осознанно туда набраться. Он не на рок-концерт приходит, он за энергию приходит. Кто-то приходит на музыканта, но потом чувствует, о, вот это я потусил. Что нету сил, так потусил. И вот эти 20 с лишним каналов, они как раз таки предназначены для работы с пространством более осознанно. То есть человек может начинать уже, знаешь, такой, я не волшебник, я только учусь. Вот человек начинает понимать, как он может осознанно влиять на пространство. Эти же каналы можно открывать, вот первым магически можно открыть на себя, на гармонизацию, на очищение, можно открыть на очищение своего проекта, своего бизнеса. Золотая пирамида, которая на больших территориях работает, можно на территорию открыть, можно на бизнес и на процессы. Если есть какой-то важный вопрос, важная встреча, подписание контракта, можно открывать канал. Но тоже есть важный момент, чтобы не вмешиваться в волю другого человека. Канал открывается через намерение, точно не буду говорить, но примерно такое, чтобы на благоприятный исход этого дела для всех участников. И тогда вот это все кармическое, что кто заслужил, оно тому и дается. То есть, если где-то с другой стороны есть какой-то неблагоприятный момент, там, хотят как-то ухитриться, хотят что-то еще, где-то тебя там ущемить, обмануть, это все рассеивается, люди либо забывают, либо уходят, либо они передумывают этим заниматься. В общем, очень такое практическое применение, скажем так, у этих каналов. Ну и, конечно же, есть у каждого из этих каналов, помимо внешнего проявления, есть применение тонкоэнергетическое на определенную эмоцию, на состояние, на какие-то негативные влияния. В принципе, космоэнергетика это такой экспресс-метод совершенствования человека, который дан в подарок современному обществу для того, чтобы как можно больше и выше духовно продвинуться. И невозможно духовно продвинуться без материальной базы. Все равно будет отсутствовать фундамент, рано или поздно человек провалится в материю, и его это захватит. Тот же самый фильм Сансара, если ты смотрел, когда просидел более трех лет или сколько он в медитации, такой все просветленный, его достали, аккуратно вывели, и он просто ушел в гуляние, так сказать. значит человек не отвязался. И следующий уже идет магистрский блок, там блок частот гораздо высшего порядка. То есть это был первый какой? Буддийский блок. Буддийский блок, это основной первый. Да, буддийский лечебный блок. Дальше магистрский. Магический. Магический. Да, когда человек уже работает с пространством осознанно, он выстроил себя, он почистил свое тело, своих скелетов в шкафу, и он уже может как бы более взрослой идти во взаимодействие с энергиями. Потому что есть такое вот понятие у шаманов, когда человек идет через силу, допустим, вмешивается там в стихию, в природу, в лес, на местах силы плохо себя ведет. Определенные энергии тех мест, их можно по-разному сказать, сущности, духи и так далее, не любят такого, потому что через агрессию, когда заходишь, никто не любит, неприятно. А когда ты с уважением заходишь, с данью, с почтением, тогда вот, человек осознанный, ему можно там что-то показать, или по крайней мере, которые работают как раз-таки на взаимодействие с лесными энергиями, с лесными, с энергиями мест силы, потому что у каждого места есть там своя какая-то основная доминирующая энергия. Есть такое даже поверье, то что ну и много кто из тонковидящих людей это замеряли, то что церкви, храмы наши, христианские, строили на местах силы, и специально купол у нас золотой, потому что энергия из земли идет, часть этой энергии, которая идет в космос, захватывается куполом и идет обратно вниз, и получается такая зона турбулентности. Люди, когда заходят, они начинают чувствовать, ой, как мне хорошо в этом храме, что-то меняется. И вот это специально сделано, чтобы человек чувствовал присутствие Бога, присутствие какой-то силы дополнительной. И есть определенные каналы, которыми можно взаимодействовать на местах силы вот с этими энергиями. После этого блока человек отдельно проходит посвящение в мастера космоэнергетики, трехдневное посвящение, там специальный целый ритуал, у человека происходит качественное изменение его энергополя во время этого посвящения. То есть он уже осознанно идет вот в мастера, и основная цель жизни для него это духовный рост. Это не говорит о том, что он обязан будет отречься от мира, и все. Наоборот, духовная реализация через материю, она самая сильная сейчас. Раньше можно было отсидеться в горах и все, уйти, но тем не менее и после посвящения в мастера человеку дается магистрский блок, магистрские частоты, их тоже там порядка 20, которые он добирает постепенно. Есть, конечно, люди, кто сразу заходит, вот у меня такой процесс был, я прям чувствовал все это мое, и мне эти частоты были переданы таким одним массивом, тоже там трехдневное посвящение в магистры в космоэнергетике, но чаще всего люди постепенно добирают, потому что это частоты для взаимодействия уже не в нашей плоскости, не в плоскости планеты, то частоты больше для других уровней, астральный, витальный, ментальный, каузальный и также вниз. Космоэнергет может осознанно ходить как вверх по уровням перемещаться, так и вниз. Есть определенные каналы, которые можно нарабатывать, тут я для себя, меня в свое время это очень привлекло, потому что это каналы, выходы в осознанные сновидения, в астральные клише и я понял, то что я там напрактиковал не десятилетиями, но вот годами, через практики, через какие-то техники, методики, здесь открываешь канал, с тобой происходит тот же процесс через 15 минут, до которого нужно было дойти там после трех часов практик. И для меня это был такой бонус, я думаю, ой, здесь еще и это есть. И так уже в принципе ты когда до мастера дошел, ты можешь влиять очень плотно на пространство, но с уровня магистра, опять-таки во время посвящения в магистры, поле сменяется еще более сильно и человек выходит на уровень ощущения душа, то есть не то, что он тело, у которого есть душа, он душа, у которого есть тело. Человек выходит на уровень жизни с этого ощущения, и все остальные процессы для него кажутся настолько вот простыми, естественными, игрушечными, и он так играючись живет эту жизнь, то, что он захочет по карме воплотить, то реализуется, проекты легче реализуются. Защиты тоже встроенные, как бы, даже у мастера космоэнергетики есть встроенные защиты, которые работают как бы автоматически. Ну, мы нашим умом, там, едем на машине, идем по дороге, можем кто-то не следить, там, что кто-то на нас какое-то сейчас осознанное или неосознанное воздействие делает. А каналы, являясь более многомерными, чем мы, они это все отслеживают и с уровня мастера, с уровня магистра есть каналы, которые либо сразу возвращают эту энергию неосознанному человеку, кто это делает, либо просто тебя ограждают и эта энергия рассеивается в пространство, не попадая в тебя. Но ты не просто магистр, а магистр прогрессор. А прогрессор, это как его получите? Это еще дальше. Прогрессор, это учитель. Можно дойти до уровня магистра и не иметь учеников. И в космонавтике есть такой момент, ты доходишь до уровня магистра, а дальше как бы останавливаешься. И если к тебе пришел первый человек, который говорит, я хочу у тебя получить это знание, ты ему передаешь, ты становишься прогрессором. К сожалению, сейчас во многих школах это правило не соблюдается, и кто-то передает посвящение вообще с уровня мастера. Ну, это тоже, знаешь, важно понимать, что обучение космонавтики это основа, это инициация. Учитель передает определенное состояние и вибрации ученику. И если он не дошел до уровня магистра, если не было соблюдено правило, что к нему сам пришел человек с запросом на обучение, тогда, соответственно, энергия передается слабенькая. Ну, воздух, условно говоря, человек, ученик, не сможет себя дораскрыть в этом. И вот настолько экологично передавалось самим Петровым, что ты доходишь до определенного момента и дальше либо тебе судьба идти по этому пути, либо нет. Если к тебе приходит человек, значит, тебе понятно. Вот магистр-прогрессор это магистр-учитель космоэнергетики. Кому к которому пришел уже ученик. Да, да, да. Если у тебя появился хотя бы один ученик, ты становишься прогрессором. Расскажи, пожалуйста, вот магистр-прогрессор, как он может передавать вот это вот состояние другим людям? Это только при физическом присутствии или это можно делать удаленно? Для энергии нет понятия пространства-времени. То есть мы можем через космоканалы работать даже с событиями, которые были далеко в прошлом, далеко в прошлых жизнях. Энергия, она как бы остается вот в таком состоянии, можно сказать, зависшем, замкнутом, но в то же время в многомерном состоянии. Только с уровня ума человека и с уровня характеризования личности мы думаем, что есть время, есть три измерения, чтобы нам было понятно, как тут вообще ориентироваться. Когда ты выходишь на уровень ощущения других тел, есть такое знание, то, что в каждом следующем тонком теле, в эфирном, в астральном, витальном, витальном, мерность Х2. То есть тут у нас, допустим, мы живем в трехмерном пространстве. Выходишь в эфирное тело, сразу шестимерное пространство. Шестимерности, но как это, нашему уму это не описать, что происходит, потому что там может случиться очень большое расширение, человек не может понять, как тут сориентироваться. Соответственно, дальше витальное, ментальное, астральное и так далее. Там Х2, 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 и когда человек выходит на каузальные уровни, у него там 128 мерностей, как и 128 бит, и он думает, ну, это нужно дорасти, до этого уровня восприятия пространства, чтобы уметь там взаимодействовать. И поэтому те магистры, прогрессоры, кто дошел до этого, они могут передавать на расстоянии, независимо от времени, независимо от пространства. А ты дошел до этого? Да, конечно. Мы живем на Бали и обучаем онлайн. Те, кто на Бали из наших учеников есть, они, если хотят, я их обучаю очно, передаю им эту энергию. Но мы делали замеры и по реакции, по опыту учеников сила не теряется. Если ты знаешь, как ты к этому подходишь правильно, если ты знаешь свою силу, возможности, и у тебя открыто тонкое видение, это тоже немаловажно, потому что ты, когда работаешь слепую, ты не сможешь этого сделать. Во-первых, у тебя постоянно ум будет тебе домешивать какие-то сомнения и так далее. Я не могу это сделать, я не знаю способов, методов. А тут ты видишь, я когда вхожу в эти состояния, я вижу потоки энергии, которые просто вот направляются по определенной методике. Это все передается в энергополе ученика. Потому что передается не в энергополе человека, скажем так, передается в энергополе души. Я выхожу в состояние душа-душа, я вижу, скажем так, все взаимодействия, которые у нас были с этим учеником здесь, но в прошлых жизнях мы с ним могли быть вообще в разных ролях. Я мог быть его учеником, он мог быть моим учителем. И с этого уровня, с уровня душа-душа, я передаю ему, скажем так, вибрационное состояние, эталонное определенной частоты. Потому что посвящение, тут передача наработанного состояния мастера. Юр, ты сказал про осознанное сновидение. Расскажи, как люди могут к этому вообще прикоснуться, попробовать, начать практиковать, и что конкретно, какие техники использовал ты? Знаешь, осознанное сновидение такая тема, которая, если у человека есть к этому устремление, оно будет с ним случаться. Если нет внутреннего желания, просто ему это неинтересно, то это можно прокачать механически, технически, есть много разных техник, это все можно использовать, и реально это работает. Но все-таки важно прислушиваться, надо ли это человеку. В принципе, наши предки говорили, что сны – это тренировочный зал перед тем, как выйти в тонкие миры, когда мы сознание отключаем из своего физического тела и начинаем там путешествовать, взаимодействовать. Сны – такая тренировка взаимодействия с этими тонкими энергиями. Поэтому, если смотреть глобально, то это, конечно, надо всем, потому что все мы так или иначе будем эволюционировать, даже если кто-то деградирует, он найдет свое дно, оттолкнется, и все равно рано или поздно душа будет эволюционировать. Поэтому осознанное сновидение такая тема глубокая, но сложно совместимая, скажем так, с активной жизнью. Много людей сейчас просто занимаются тем, чтобы выжить. Очень сложное время сейчас, деньги сложно зарабатывать, проект сложно реализовать. А если нет энергии психической на осознанное сновидение, то это все очень сложно раскачать. Прежде всего, психическая энергия является той движущей силой, которая позволяет нашему сознанию осознанно быть в других плотностях. И, конечно, если человек готов энергетически себя прокачивать и отказываться от деструктивных вещей, алкоголь, курение, плохое питание, секс неправильный, отношения неправильные, более тонкие вещи, обиды, злость, какие-то гневания и так далее, тут все это в таком едином ключе может дать результат. Конечно, есть люди, у кого это спонтанно случается, но это очень редкий случай. А вот какие цели можно преследовать, чтобы получить намерение вообще выходить в осознанное сновидение? С помощью осознанных сновидений можно очень круто себя прокачивать. Любая практика, которую ты делаешь в осознанном сне, она усиливается в сотни раз. Мы тут сидим, медитируем, допустим, или запускаем космоканалы, или кто-то молится каждый там в своей конфессии. Попал в осознанное сновидение, сел в медитацию, у тебя медитация будет просто в сто раз сильнее. Открыл космоканал в тысячу раз сильнее. Любое твое действие, оно умножается. Кратно той мерности, примерно, которая есть на этом тонком плане, где ты сейчас находишься. И это такой больше, конечно, зрелый подход, потому что кто-то вообще не практикует кому-то туда попасть в осознанное сновидение. Ю-гу, я полечу. Ну и просто понаслаждаться, потому что можно реализовывать все. Я вот как рассказывал, в детстве реализовывал себе игрушки во сне, играл в свои игрушки. Кто-то летать, кто-то себе машины будет тут организовать. Кто-то общаться с людьми, которых уже нет. Там, не знаю, с Эйнштейном можно пообщаться, с Гаутаной Буддой и так далее. Конечно же, это будет какая-то проекция того, но какое-то отражение энергии в этом информационном поле. Но, тем не менее, для ума и для, знаешь, для стимула того, что вау, мы живем не только в чисто материальном мире, что-то есть. И я могу с этим как-то взаимодействовать. Во мне что-то заложено, что мне позволяет туда входить. И это повышает уверенность человека и в тонких духовных практиках, и в необходимости развития и так далее. Ну, если совсем, скажем так, примитивные какие-то вещи, ну, как примитивные, для кого-то да, для кого-то нет, можно прорабатывать свои негативные убеждения и установки. То, что люди делают там у психологов, приходят, прорабатывают детские травмы, какие-то моменты, кто-то их там где-то обидел. Во сне ты погружаешься, ты можешь не просто представить человека, ты можешь в сон к этому человеку прийти, ты можешь пережить заново ту же самую ситуацию и смоделировать ее по-другому, по-другому сказать уже с точки зрения себя взрослого, сказать, нет, я это не хочу, мне это не надо, или наоборот, там, согласиться на что-то. И ситуация, знаешь, как, я не помню, как фильм назывался, там, где на бабочку вернулись в прошлое, наступили на бабочку, то ли звездные врата, то ли что, и будущее изменилось. Подобным образом, возвращаясь в прошлую ситуацию, которая даже, не факт, что она существует, но в энергетическом поле Вселенной она существует, возвращаясь туда, на уровне тех инструментов, там энергия, мы энергией на нее воздействуем, на уровне тех инструментов происходит определенного рода исцеление, мы развязываем такой узел, который нам дает определенные улучшения в настоящей жизни. У тебя были кейсы какие-то, вот что ты сделал для себя на тонком плане, то, что реализовалось потом в материальном грубом мире? По осознанным сновидениям, да, были кейсы, один из таких кейсов, это я очень переживал, когда шел устраиваться на работу. Раньше я работал на наемной работе, там, 5 дней в неделю, и я переживал, было мне такое волнение. Я зашел в специально в осознанное сновидение, чтобы проработать себе этот момент. Я смоделировал ситуацию во сне, вот дверь руководителя, я захожу, я с ним общаюсь, и все благополучно меня принимает. Процентов 95 так и случилось. Вот это самое простое. Было много других ситуаций, но через это улучшение своего личного качества, отношения к чему-то, оно меняет ситуацию. Да, конечно, я не наколдую себе крутую машину, и чтобы она у меня на утро стояла в гараже. Нет, такого не будет. Ну, конечно, наверное, можно достичь такого уровня, но я не такого уровня. Но менять свое состояние, чтобы начало меняться пространство вокруг тебя, это можно. Вполне. А какие бы ты техники рекомендовал, именно те, которые используешь ты? Потому что вот есть Кастанеда, он там целую книгу написал по этому поводу, по осознанным сновидениям. Он там рекомендовал выкатываться из тела в утреннее время, пробуждение, потом небольшое бодрствование, потом снова сон. Вот что тебе помогало? Тут нужно комплексно рассматривать ситуацию. Во-первых, нужна четкая установка в голове, чтобы вот ваше естество, мы говорили с тобой про реализацию, материализацию, чтобы ваше естество постоянно видела, что вы к этому стремитесь. Банально ставите себе будильник каждые 20 минут, будильник изменит, и все, я сегодня выхожу в осознанное сновидение. Во что бы то ни стало, я сегодня выйду в осознанное сновидение. И записывается на подкорке головного мозга программа, я выхожу в осознанное сновидение. Это самое первое. Ну и второе, конечно, подготовка физического тела. Не есть ничего за три часа до сна, не делать никаких стрессовых ситуаций, не смотреть в телефон за час до сна, потому что это огромный отток энергии. Наоборот, суть осознанных сновидений поймать точку осознанности, научиться управлять собою в тонких мирах. Когда мы смотрим в телефон, туда энергия утекает, и мы себя ловим, там час мы уже скроллим ленту. Это очень большая потеря энергии. Ну и из техник, основная техника это расслабление физического тела. невозможно нам, ну почему как основная говорит, утром выкатываться. Утром, когда мы себя ловим на пограничном состоянии, тело расслаблено максимально, а осознанность уже появилась, мы находимся как бы в такой фазе, ну вот точка сборки или там по-разному, граница сна и бодрствования. И мы можем в этой фазе, не имея четкого подключения к физическому телу, тонким телом выкатиться. То же самое можно делать, я как практиковал, вечером засыпал, я ложился 8 часов вечера в практику, в нидра-йогу через специальную медитацию, расслаблял физическое тело и занимался расширением своего там астрального, витального тела, эфирного в том числе. Лежишь и представляешь, как твоя рука становится двухметровой, вот она просто удлиняется. И задача почувствовать реальное удлинение. И такие техники делать не более 15 секунд. 15 секунд расширил сузел, 15 секунд другую технику, потом пробуешь переворачиваться, потом пробуешь вставать по 15 секунд. То есть важность не стучаться головой в стену, не одной практикой добиваться, а именно много разных техник пробовать. Есть их, я думаю, в интернете можно найти, там и по шнурочку выкарабкиваться можно и как угодно. Но основа это пытаться всем своим, моделировать такую ситуацию, что тонким телом выходишь, выкатываешься или выпадаешь в любую сторону можно, через макушку, через ноги, главное уйти. Кастанендо еще отмечал, что важно не включать физическое тело и вот на этом пограничном состоянии именно, не задействуя его, выйти из этого. У меня даже было такое, вот лежишь, практикуешь, уже вошел в такую практику, сейчас в недрайоге, думаю, сейчас буду практиковать эти техники, и тут в горле пересохло, и вот очень хочется сглотнуть. и ты лежишь, понимаешь, сейчас час практики себе просто испорчу, если будет малейшее движение мышц. И это, конечно, психологическая практика уже, потому что уметь выйти из этого внимания, когда тебе хочешь кашлять или сглотнуть или еще что-то, зачесалось там, не дай бог, какой-то комарик сел, это все глубочайшая практика, потому что ты такой, все, я отключаюсь, я не здесь, это физическое тело, как бы, второстепенно, я выхожу. И если человек настолько силу воли имеет, что он может это делать, то да. Это вот как рекомендовал бы людям те, кто хотят устремиться в понимание космоэнергетики, совместить это с практиками осознанного состояния? Конечно, да, потому что это напрямую связано с нашей эволюцией. Рано или поздно любой духовный практик выходит в какие-то состояния, где он испытывает что-то вау, что-то трансцендентное. Кто-то идет через какие-то вещества, кто-то идет осознанно. Любой медитирующий, буддист, любой там дзацзен, дзокчен и так далее, все садятся в медитацию, все входят в какие-то состояния. Суфи крутятся, чтобы войти в это состояние. Происходит изменение состояния, сдвиг точки сборки. И осознанное сновидение это такая фаза, где ты уже не просто показалось тебе или нет, какое-то состояние ты испытал, ты реально оказался в другом мире, где действуют другие законы. Ты можешь силой мысли здание строить, перемещаться в пространство, телепортироваться на Венеру. Сначала это происходит в рамках осознанного сновидения, такая себе буферная зона. Но затем, когда ты себя осознаешь во сне, из сна выйти в астрал гораздо легче, чем из осознанности сразу выйти в астрал. Слышал про сонные параличи наверняка. Вот есть астрал, есть состояние сонных параличей. Это в одной пласткости происходит, как ты видишь, или это разные темы? это знаешь, как вот есть водитель, который водит машину, а есть водитель, который в параличе. Ну, вот он сидит, у него страх, у него паника, он не знает, что делать на этом светофоре. То же самое происходит, подобный процесс. Ты вышел, или там, неосознанно, неосознанно, и тут у тебя паника, ты не можешь пошевелить телом. Нет причин для паники. Никто твое тело не заберет, никто там не зайдет, и так далее. Ты хозяин своего тела. Успокоиться, выдохнуть, не знаю, насладиться обстановкой вокруг, потому что этот страх, он создает определенную там завихрение определенной энергии, которые могут притягивать другие подобные энергии. И вот это все создает такой коллапс, когда люди там начинают паниковать, и так далее, потом рассказывать, что все это страшно, я больше туда не пойду. То есть, пока ты вышел из тела, никто в твое тело не зайдет? Нет. Без твоего разрешения никто не зайдет. Это разрешение происходит даже выше, чем на уровне осознанности. Понятное дело, что во сне это будет моделироваться, как ты с какой-то сущностью, с какой-то энергией будешь разговаривать. Но чаще всего это происходит образами. Поэтому есть такие минимальные предостережения, типа во сне никому не верить, во сне не идти куда-то, если тебя кто-то зовет. Могут разные там обстоятельства, есть разные, скажем так, энергии или сущности, которые там играются. Они более, скажем, низкие, в эволюционном развитии, чем человек, но они видят человека там насквозь. Человек попадает не в свою среду, а там их среда. И они начинают, о, пойдем-ка позабавим, сейчас пранканем его. Пойдем туда зайдем, и ты такой, о, пошел, там что-то с тобой случилось. Ничего страшного не случится, но тем не менее ты можешь испытать определенные негативные ощущения, что тебя оттолкнет не только от осознанных снаедений, но и от практик, возможно, в целом. Ты будешь бояться входить в какие-то измененные состояния сознания. А вот как ты считаешь, какой лучший метод, какая лучшая техника защиты для людей, которые испытывают в выходе в астрал, в сонном пролечении. Вот это вот страх. Самая лучшая защита это сильное поле человека. Но в принципе на любой вопрос, как купить машину, как наладить отношения, как защититься во сне, усилить свое поле. Все. Реальность формируется вокруг нашего поля. Человек сильный, он не подвержен никаким влияниям. Даже если он там попадет в осознанное сновидение, ему покажется, что сейчас вот кто-то его там атакует или хочет как-то на него повлиять. Если есть сила воли у человека, он скажет, стоп, как Нео, я больше этого не хочу, это не моя программа, пули останавливаются. И все случится. А ты же усилий свое поле. Это через что? Практиками. Элементарно. Практики телесные, очищение физического тела, режим питания, режим сна, яма-неяма, правильное отношение именно с точки зрения морали к другим людям, к себе, к природе в конце-то концов. Дальше ты уже выходишь на практики пранаямы, осознанности, концентрации, медитации. И все это усиливает твое поле на разных уровнях. Есть, конечно, техники защитные, но знаешь, мы даем, вот каждому, кто приходит обучаться космоэнергетике, сразу обучаем защитам. Но в глобальном понятии, да, вот если с большого масштаба смотреть, понятие защиты не актуально. Если человек осознал себя, у него поле очень мощное, он часть всего этого пространства, не только физического, но и энергоинформационного, нематериального, ему нет кого защищаться. В глобальном таком восприятии существует только он как творец и вот его сон. Если он позволяет во сне каким-то там штучкам его драконить, это будет происходить. Если он не позволяет, этого не будет происходить. Но до этого нужно дойти, осознанность определенно нужна. Поэтому в начале пути мы обучаем определенным защитам, энергетические защиты, это защиты, прежде всего, на уровне мысли-форм. Человек, когда нарабатывает себе мысли-форму, выстраивает определенные структуры, энергетически они потом работают в автоматическом режиме. И у человека, даже когда он не отслеживает какое-то влияние на него в осознанном сновидении или в реальности, все равно эти защиты срабатывают. Это как, знаешь, поставить автоматику в доме на электрику. Ток выше пошел, автоматика, хоп, сработала, чтобы не загорелся дом. Подобным образом что-то такое. А как вот понять вообще, как прикоснуться к космоэнергетике, чтобы понять, так, мне подходит или мне не подходит? Как у меня это происходило? Через интуицию. Ты когда соприкасаешься со знанием, даже со словом, с названием космоэнергетика, у тебя либо есть отклик, либо нет отклика. У меня был отклик. Но есть люди, кто не слышит себя, не слышит свое сердце, и они от ума начинают там какие-то аргументы выдумать за и против. И тут важно начать вот через такое легкое соприкосновение. Мы для этого специально сделали благотворительные сеансы, которые мы проводим четыре раза в месяц на сильные даты. Это полнолуние, безлуние, новолуние и дни Икадыши. И в эти даты мы вот на массы открываем людей. Люди заходят к нам в телеграм-чат, ставят плюс, что они хотят, чтобы их взяли в общее поле. И мы очень легкими каналами на них работаем. Человек в это время может свое намерение подзапустить. Это вот абсолютно, скажем так, благотворительно. Те, кто хочет, высылают какую-то благодарность свою, те, кто не хочет, не высылают. И люди начинают чувствовать. Ну, процентов 90 людей чувствуют. То есть 10% людей, кто приходят, ну, точно процентов не скажу, примерно, они, ну, разных состояний, во-первых, внутренней зрелости, разных состояний по телу. Есть люди, там 150 кг становится, 70 плюс лет, и понятное дело, что ему сложно настолько тонкую энергию почувствовать. Но более молодые люди, более здоровые, тем более духовные практики, начинают чувствовать. Кто-то описывает там волшебные состояния, энергии пошли по рукам, кто-то видит, что-то начинает. Человек, когда стоит в этом сеансе, он может свое намерение запустить в это поле, и это намерение будет поддержано вот этой энергией. Ну, общей энергией, потому что мы все стоим в общем поле. И мы, как мастера с моей супругой Викторией, мы держим это общее поле, открывая туда каналы. И тогда человек уже понимает, вот, что-то я почувствовал, мне хочется дальше пойти. У нас есть дальше бесплатный курс с космоэнергетикой введения, он длится 3 дня, человек может зайти абсолютно безвозмездно, познакомиться с историей космоэнергетики, мы там даем также энергетические практики, он может соприкоснуться с космоэнергетикой более близко и понять, мое не мое. Все просто. И дальше, если он хочет, он идет в обучение, если не хочет, то он уходит там по своим делам. То есть, все абсолютно бесплатно, можно прийти 4 раза в месяц к вам на курс, потом можно пойти на еще один трехдневный курс также бесплатно, и дальше уже, если чувствуешь отклик, если уже начинают нравиться, есть какие-то реальные ощущения, уже можно пойти дальше вот по этим ступеням, которые ты назвал к первому магическому и так далее. Совершенно верно. А ты про рейки упомянул, а расскажи, вот в чем разница между рейки и космоэнергетикой? Рейки работает с одной энергией, ну тоже предыстория рейки, когда Микао Суи получил какую-то спонтанную соностройку через аскезу, ушел в голод, ушел там вместо силы и получил эту соностройку, получил состояние, которое он может передавать. И это состояние он передает как энергию рейки. Можно по-разному подходить к тому, из чего состоит эта энергия, откуда она идет и так далее, но факт один, вот передается состояние и некая энергия, которой сейчас как бы пользуются его ученики по рампоре. Подобный процесс происходит и в космоэнергетике. Только таких состояний в космоэнергетике вот до уровня магистра более 60, а там и дальше более 2000 частот, которые передаются как состояние, не просто как состояние, как инструмент, которым можно что-то здесь делать. Не только в этой реальности, но и на других уровнях, в других мирах более высоких. На примерах, если вот что ты в своей жизни или может быть твои ученики, что вот делали такого, что можно? Во-первых, нужно очень почувствовать, что ты хочешь до этого дойти, потому что если у тебя нет стремления к взаимодействию в тонких мирах, проосознанные сновидения, то та история, когда у человека с детства начинают происходить спонтанные выходы. Это говорит о том, что есть предрасположенность к этому взаимодействию. Кому-то это страх страшный, я туда не хочу идти. Просто людей начинает колбасить, все, ничего мне не показывать, я живу здесь, я хочу быть здесь. И когда ты выходишь на другие уровни, под уровни, там могут встретиться абсолютно разные типы энергии, потому что мы не одни во Вселенной, мало того, мы не одни в этом пространстве, просто пространство вибрирует разными слоями на разных частотах, поэтому в одном месте есть пересечение, энергии, которые вообще никак не взаимодействуют друг с другом, просто плотности разной мерности и так далее. Когда ты выходишь в более следующую мерность, там, во-первых, вот X2, идут уже измерения, и там плотность усиливается, и там, соответственно, есть живущие на тех уровнях энергии, это можно назвать сущностями, программами, как угодно. И не всегда ты как в чужой дом приходишь без спроса, либо ты валился посреди ночи, либо ты пришел в гости с каким-то знакомым, и тебя либо рады видеть, либо не очень рады видеть. Но все настолько экологично, что не произойдет какого-то там ущерба, никто у тебя там не будет какими-то страшилками запугивать, никто там тебе энергетически не будет ничего делать, но на всякий случай есть определенные защитные каналы с уровня магистра, которые тоже предназначены для того, чтобы уже на вот этих уровнях астральных, витальных, каузальных защищаться. Потому что есть разные сущности, разные энергии, с которыми нужно как бы разговаривать на их языке. Они не поймут слов, если ты там не трогай меня, они не поймут этого. Они общаются с уровня энергии, с уровня образов. Если они... Ты когда попадаешь на эти уровни, ну, когда человек попадает на эти уровни, ты там виден как голый, ты энергетическое существо, и этот вот энергетический сгусток есть твой паспорт. То есть ты прозрачен для всех. Если кто-то видит, что у тебя есть страх, этот страх, конечно же, манит многих, потому что это энергия, которой можно там подпитаться, условно говоря. Если ты выходишь с уровня осознанности, всё, я выше всего этого, я сильнее всего этого, и это очень большая точка роста. Вот говорят, что есть где страх, там вот моя зона роста, нужно идти в страх. Понятное дело, не в какой-то безрассудный страх. Вот я боюсь переходить через пешеходный переход, когда трафик очень сильный. Пойду, как перейду. Ну, скорее всего, там умрёшь, не умрёшь, так покалечишься. Но когда происходят мистические вещи, тут твоё волеизъявление, сила воли играет очень основную роль. Насколько бы человек здесь слабым не был, насколько бы там, не знаю, не получалось у него там драться и так далее, сила воли решает на тех уровнях. Сила воли и наработанная вот эта вот харма, харизма, благочестие. Ну, то есть, всё, что описывается в древних писаниях, как вот уходили воины, там, в Тапос, в Аскезу, они нарабатывали определённое состояние, определённое поле, которое являлось их защитой, их оружием, их, скажем так, паспортом в других мирах, в других плотностях. Вот вопрос такой. У тебя или у твоих учеников были такие вот какие-то прямые взаимосвязи между каналами, которые ты им передавал или сам через которые проходил, и изменениями в реальной физической жизни? Ну, это же связано всё же? Конечно, но смотри, если мы... Ну, какие-то примеры. Если мы говорим про то, что там, из разряда фантастики человек вышел там в астрал или там в витал, в каузал, сделал себе там что-то, и тут у него ни с того ни с сего золотой роллс-рось появился в гараже. Нет, такого не происходит. Но, если ты смотрел фильм «Начало» с Леонардо Ди Каприо, когда они погружались в уровень сна глубже, 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 и там минута прошла, в реальной жизни просто могли года пройти, то вот это как раз про очень похожее состояние. Ты там можешь сделать определённое действие, посадить зёрнышко, которое уплотняясь из плана в план в физическом мире сделает какой-то результат. Но этот результат, наш плотный мир, на самом деле, с точки зрения восприятия, он самый быстрый, но с точки зрения реализации, материализации, он очень долгий. Ты очень легко можешь изменить своё состояние к изобилию, к богатству в тонких мирах. но если ты его не будешь поддерживать, прежде всего, как твою движущую силу, я просто верю, что я там богатый, изобильный, я чувствую, если у тебя опять забьют эмоции, там, обиды, злость, зависть и так далее, то ты потеряешь то зёрнышко, и у тебя до материального мира дойдёт какой-то пшик. И это как раз-таки про аффирмацию по Луизе Хей, про трансёрфинг реальности, то, как мы из тонкого плана можем влиять на материальный наш план. Но очень долго тут энергия материализуется. Знаешь, человек, вот есть такая прекрасная книга Йога Васиштха, там собраны мифы про, ну, очень такие мифы для просветлённых, скажем так. И там есть вот один такой, одна прекрасная легенда, описывается с точки зрения из глаз такого божественного существа, кто однажды попал в банановую рощу, в банановый лес. Вот он идёт по банановой роще, по банановому лесу и увидел тут какое-то бегает существо с тысячи рук, с тысячи глаз, в каждой руке по дубинке он бьёт себя по голове, там вот такой как обезьяна везде мечется, увидел это божественное существо, давай его бить, обвинять его во всех грехах и так далее. И чтобы не пытался сделать это божественное существо, в конце он пришёл к выводу, что просто нужно оставить вот это вот существо с тысячи рук, с тысячи дубинок наедине с самим собой и уйти куда подальше. Вот это вот существо это ум человека. То есть ум человека сегодня хочет то, чего девушку хочу, увидел машину хочу, нет, я хочу ту машину и энергии не собирается. Человек где-то загадал себе я хочу себе дом. Ну хорошо, это очень размыто. Мы со Вселенной общаемся образами. Если ты сформировал образ этого дома, где, как, какой, как ты там живёшь, как ты себя в нём чувствуешь, это всё начнёт поддерживаться в самой Вселенной. Но если ты просто загадал я хочу дом, а завтра ты передумал я хочу дом на Балле, а потом нет, я хочу себе для путешествий дом на колёсах, Вселенная такая, ну ладно, подождём, подождём, когда он уже определится. И вот, когда нет энергетического наполнения у человека, все его проекты, они пустые. Если это зерно, семя, которое человек сажает, пустое, то и проект уже пустой. И как раз таки тут мы приходим к тому, что даёт космоэнергетика. космоэнергетика даёт человеку два основных таких фундаментальных момента. Первое, это энергия, то есть, когда человек открывает на себя канал, он получает такой допинг энергетический. Не просто там, допинг немного неправильно, скажу так, что человек открывает свой ресурс, свой ларез с вот этой энергией. Он всегда, каждый имеет доступ к этой энергии. Но из-за зашоренности ума, из-за убеждённости, из-за неверия люди себя сами ограничивают. Никто нас тут не ограничивает. Мы не в тюрьме живём. Если ты себе откроешь определённые там состояния, ты можешь в них путешествовать и взаимодействовать. Человек получает энергию для реализации проектов, и человек получает знания, потому что каналы, частоты космоэнергетики, они энергоинформационные. Они несут примерно в соотношении 50 на 50 энергию и информацию. Информацию какого характера? Из плана события вот то, что сейчас у человека происходит. Если для него важно, не знаю, продвинуть его проект или выбрать обои в детскую комнату, он будет стоять под каналами и будут приходить ответы. Что лучше для ребёнка, для него, для бизнеса и так далее. Потом человек сделал самое такое бытовое. У него, естественно, так, а что мне ещё важно? Хорошо, какое моё предназначение в жизни? Действительно ли вот то, что я занимаюсь этим бизнесом, это ли моё главное предназначение? Нет всего. Оказывается, вспомнил, что он всю жизнь хотел научиться играть на пианино и стать художником. И всё начинает пространство так двигаться, чтобы поддержка пространства происходит, события, знакомые приходят, то, что человека подталкивают к его максимальной реализации. Потому что с уровня ума мало кто сразу начал заниматься своим любимым делом. Родители сказали, ты пойдёшь на юрфак или на программиста или школу милиции. Человек пошёл, а ты вообще не его. Благо, сейчас есть очень много методик, как можно диагностику провести через Идзин, через Джиоти, чтобы просто понять дизайн человека, к чему у тебя есть способности, к чему у тебя нет способностей. И в каналах приходит информация. Приходит информация именно для тебя. Потом, ты когда определился со своим основным предназначением, вот как у меня, я уже на своём месте, только после 33 лет я начал понимать, что всё, я пришёл к этому месту, где я уже, скажем так, делаю для мира максимальное благо в этом воплощении. Всё, что было до этого, это были поиски и духовные, и материальные, и так далее. И человек после этого уровня, когда он осознал своё предназначение, начал двигаться по этому пути, он уже может выходить на уровне взаимодействия, получения информации про строение Вселенной, про работу энергии. Другого масштаба. Это уже космические масштабы. Вот, в принципе, космоэнергетика это про духовный рост человека. Но, с основ, через материю к более высокому. Поэтому, очень так плавно получается. Поэтому, в нашей школе неподготовленным людям сразу не передаём, даже там, за деньги, если человек хочет, я там плачу очень много денег, вот, отдай мне все частоты. Нет, такого не произойдёт, потому что на уровне Вселенной это будет большой кармический долг. И для тебя? Не для меня. Для человека. Для человека. А вот, кстати, про кармический долг. То, что вы организуете бесплатные курсы, люди, которые на них приходят, они не становятся кармическими должниками? Смотри, мы специально, есть, кстати, это очень важная тема, особенно, ввиду того, что в интернете очень много сейчас информации, человек, вот, менталитет у человека, чаще всего, на нашем СНГ-пространстве, такой, брать, брать, бесплатно хочу брать. Мы в нашем курсе обезопасили людей вот такого момента, то, что ввели вот эту систему благодарности. Хоть один рубль, хоть один доллар, кому как угодно, человек может прислать, может не прислать. Если не пришлет, вообще ничего страшного. Мы отдали свое. Знаешь, вот есть такое, что 10% от твоего, то, что ты здесь заработал, нужно отдавать, чтобы, ну, просто это твой, как бы, долг для баланса. Мы свое отдаем с энергетической точки зрения. Мы знаем, прежде всего, энергетически, для чего мы это делаем. Да, и это однозначно для благости, для гармонизации всей этой обстановки. А люди, если они берут и чувствуют, ну, бывают такие, приходят там, пенсионеры под 70 лет, у которых все очень плохо, но нет у них денег ни на что. Я даже обучал бесплатно таких людей, если я понимаю, человек, я смотрю, по статистике, он стоит у нас, полгода на сеансах, и он пишет, вот, очень классно, очень хочу, но, блин, для меня сейчас дорого эти деньги. Я обучил бесплатно нескольких людей, пенсионеров, и они сейчас такие счастливые. Просто у человека начинает вторая жизнь, второе рождение. Но есть люди, кто, как бы, молодой, взрослый, и не понимает до конца правил энергообмена, он себе на уровне Вселенной, на энергетическом создает сколько взял бесплатно, потом, когда он выйдет на уровень наполнения себя, на уровень своей реализации, найдет свой проект, которым он дышит, с этого проекта он будет отдавать в долг вот этого, того, что он набрал. Столько же бесплатно он должен будет отдать. То есть все вернется? Конечно, да. Все настолько гармонично, и тут вопрос не про наказание, не про какой-то суд, не про справедливость. Когда выходишь на более тонкие слои восприятия, настолько все гармонично сделано, настолько все устроено, нет какого-то существа, который там говорит тебе там судный день, все, ты плохо себя вел, иди ват, ты хорошо, иди там повыше. Нет. Каждый для себя сам является этим мерилом. Человек, когда делает какую-то хорошую вещь, он чувствует внутри расширение. Я себя классно чувствую, я там денег дал нуждающемуся. Человек, когда крадет какой-то кошелек или там что-то делает плохое, он чувствует, я сейчас что-то плохое делаю, и вот эта энергия в нем запускается. Как говорил Будда, нет смысла носить внутри себя обиду, потому что это подобно тому, что вы носите у себя в кулаке зажатый уголь раскаленный. Больно только вам, тому человеку вообще ни холодно, ни жарко. И вот каждый человек внутри себя чувствует, и эти ощущения, эти чувства, они запускают этот маховик. На самом деле, реальность настолько грамотно вокруг нас простраивается через наш внутренний канал. Есть еще такое понятие, как Тор. Слышал? про энергетическое яблоко. Вокруг каждого живого объекта на планете Земля, будь то, даже вокруг камня, вокруг яблок, вокруг человека есть этот канал. Он как бы вот яблоком расширяется, и его центр, он проходит через сердце и проходит через ум. Ум, условно говоря, наша база данных. Сердце наш, то, как мы чувствуем. Вот энергия идет нисходящий, восходящий, нисходящий поток. Если восходящий поток идет через сердце, и ты, он считывает твое состояние. состояние там или радости, или печали, или горя, или депрессии. И для него это состояние становится как бы программой к действию. Он понимает, о, этот человек, это вот мое божество, потому что энергия воспринимает вас, ваше сознание, сознание человека, как доминирующую форму существования. мой хозяин, мое существо, мой человек хочет такую эмоцию. Он передает ее в ум. В уме эта база данных уже формируется в какую-то понятную нам картину, да, потому что мы все живем там, ну, в разном мире, ну, кто-то там в другой цивилизации раньше живет, картина мира у всех разная может быть. И эта эмоция, она, как бы, обретая дополнительные детали, начинает через этот тор формировать пространство. Человек тут чувствует зависть, какую-то обиду, печаль, сформировалась у него в базе данных, и все, пошло еще больше печали, обиды. Опять пришло, а у него тут еще хуже, еще горе появилось, зависть появилась, опять начинает себя реализовывать. Если человек идет, все, я чувствую любовь, мне реально так классно, тор считывает это состояние, о, классно, все, начинаем делать, чтобы было классно. В базу данных обрисовывает картину, чтобы такое сделать, чтобы было классно, и все начинает становиться лучше. Это вопрос про то, что насколько каждый действительно энергично находится в том пространстве, где он находится, в том месте, на той работе, где он сейчас функционирует. Потому что каждый из нас является творцом своей реальности, он может изменить свою жизнь в любой момент. И все вот эти убеждения, то, что вот вам хорошо, вы там, там, с детства осознанные, или там, кто-то там родился в богатой семье, это все ерунда. Как раз таки, вот по поводу богатства, это вообще отдельная тема, страны, где родился и так далее. Важно не то, в каком состоянии сейчас человек и сколько он имеет, важна отправная точка. Если человек, условно говоря, с маленького городка, в глубинке России, с неблагополучной семьи, смог преобразовать свою жизнь, себя, в что-то стоящее, то это очень большой прогресс. Вот, кстати, много вопросов задают, почему на Бали столько людей, которые занимаются различными духовными практиками, передачей каких-то методик, учителей и так далее. Почему они не живут в России, там, вроде, как бы, корни родные и так далее? Вот как ты, что ты считаешь? Ну, это все условно, смотря с какой точки зрения смотреть просто на Бали. Ну, во-первых, не везде на Бали. Поедите в Чангу, поедите в семьяк, там вообще другие энергии. Там серф, алкоголь и вещества разные. В Убуде, да, живут более осознанные люди, кто практикует. Но Убуд это несколько деревень, и этих людей, ну, там сотни, не тысячи. Если взять масштабы России, неужели в России нету тех же самых сотни практикующих? Да, есть очень крутые практики. Просто все разбросаны. Россию с Убудом сравнивать, ну, нет смысла. Даже если с Бали совсем сравнивать. Поэтому это чисто условно. Ну, и, конечно же, пространство. Вот, мне задавали вопрос, почему я приехал на Бали, почему я тут сижу, почему я тут живу? Вообще думать о том, что мы тут можем управлять всем подряд, вот с уровня глобального, это большая иллюзия, большое заблуждение. Меня привело на Бали. Меня оставило на Бали. Я просто чувствовал пространство, сейчас мне надо на Бали. Я приехал, прилетел. Я чувствую пространство, сейчас мне надо возвращаться. Я остаюсь. Ну, вот и все. Просто осознанное управление своей жизнью в том спектре, который ты сейчас можешь управлять. И все. Но ты не живешь в Убуде, ты живешь вообще на севере, там вообще даже белокожих пять человек. Мы жили в Убуде долгое время, мы каждые два месяца мы меняем пространство. Это связано и с нашей работой тоже, и к тому, что мы чувствительны с Викторией к пространству в Убуде. В Убуде просто очень много храмов местных, они там делают молитвы по несколько раз на день, и много практикующих. Но сами энергии в Убуде, они такие достаточно вязкие, достаточно тяжелые. Но когда в Убуд приезжаем, я чувствую, как вот на ментальном уровне пространство начинает как будто, знаешь, такой энергетический медный чан у тебя вокруг головы, и немножко теряется ясность, немножко теряется чистота восприятия. Кому-то эти состояния нравятся, кто-то любит в таком состоянии быть. Мы переехали в горы, мы жили в горах какое-то время, несколько месяцев из-за свежести воздуха. Мы переехали в лавину на север, просто потому что там более разреженное пространство, меньше людей, меньше байков, и можно больше практиковать и свежесть. Там больше свежести сейчас в этот сезон. Поэтому нам, в принципе, наш характер, наша деятельность, он больше в том про уединение. Я передаю состояние, и мне важно, в каком состоянии я нахожусь, потому что я это передаю людям, это большая ответственность. Как человек может и может ли самостоятельно продиагностировать состояние своего поля? Слушай, самостоятельно не может, только если он не практик, и он не наработал в себе определенную долю чувствительности, со своей интуицией, со своим сердцем. Потому что ум будет вставлять палки в колеса. Человек привык воспринимать себя как ум, как тот, кто думает мысли, а не тот, кто чувствует это пространство и творит его. Поэтому люди чаще всего идут к каким-то другим специалистам, кто видит в большем масштабе и может показать определенные слабые точки. Вот на бесплатном курсе, который проходит у тебя 4 раза в месяц, там есть какие-то техники по диагностике? Бесплатный курс один раз в месяц проходит, а бесплатные сеансы проходят 4 раза в месяц. Есть диагностика энергетическая на как узнать свой энергопотенциал сейчас на данный момент. В принципе, я могу ее сейчас в эфире рассказать. Друзья, все, что понадобится, можете сидеть, стоять как угодно. Возьмите ваши руки вот в замок и нужно на протяжении 30 секунд минимум, лучше, конечно, минуту просто тянуть по максимуму в разные стороны. Давайте вот начнем. Ну, примерно начну считать про себя. Тяните, все время усиливайте, усиливайте, не переживайте, что у вас сила закончится. Тяните, тяните, тяните. Вот по максимуму наращивая напряжение. Ну, допустим, хватит, теперь руки опускайте. Опусти руки. Если руки начинают подниматься, вот попробуй почувствуй это движение вверх. Есть минимальное поднятие рук? Как будто кто-то говорит, что это сила, накопленная в мышцах за счет этого потерянного напряжения. Когда руки у вас находятся вот в таком положении, и вот это минимальное положение, на протяжении 40 секунд вот они просто поднялись и держатся, это значит, что у вас примерно плюс-минус хороший для среднестатистического человека энергетика. Вот до такого положения? Да, вот так, если они поднимутся. Ну, ты слабо тянул, идеально вообще встать и потом тянуть, либо палку взять, либо какую-то в разные стороны веревку тянуть. Если полторы плюс минуты, то тогда это говорит о том, что энергетика более-менее в нуле находится, потому что человек это до 40 секунд, это он идет в минус себе. Идеальное соотношение там 5 плюс минут. Это вот человек, практик, у которого тело выстроено, у которого энергетика выстроена, то есть руки держатся и не опускаются. Минимальная диагностика, которую можно сделать утром проснулись, пошли на работу, сделали там после изнурительного дня и сразу вы замечаете, что тебя наполняет, что тебя наоборот истощает. То есть 15 секунд? Нет, 30 секунд или минуту. 30 секунд, минут растягиваешь и потом наблюдаешь до 5 минут. Идеально. В какое положение выходит? Да, да. Если вот так, то это в ноль. Если руки опустились, скажем так, ниже, уже ниже поясницы начинают опускаться, то все считает, что уже опустились. То есть в таком положении и максимум там. Это без усилия, да, соответственно, они с ним все наполкают вверх? Да, никаких мышечных усилий. В том-то и дело, что ты чувствуешь, как какая-то энергия держит твои руки. И вот можно таким образом себя диагностировать минимально хотя бы даже на какой-то момент я сейчас нахожусь в состоянии ресурса или не ресурса. Если вы там идете на важные переговоры или идете к начальнику просить повышения зарплаты, сделали себе такую штуку, посмотрели, у вас меньше 40 секунд, вас начальник не услышит просто. Для этого можете другую практику использовать просто для разгонки тестостерона, очень быстро вот такого адреналина себе в кровь. Просто поднимаете руки и держите 10-15 минут. Вот так вот. Потом можете даже сделать эту практику, у вас уже руки будут дольше. Поэтому можно себя так наполнить, пойти к начальнику, получить одобрение всех своих намерений и дальше идти счастливо жить. Перед этим еще какие-то по намерению. Давай поговорим про то, как его верно формировать и как будет наиболее высокий шанс реализации по какой технике. Важно понимать, что вербально мы общаемся только в плоскости людей, для того, чтобы можно было максимально быстро передавать какую-то свою идею, мысль, чтобы зрители могли нас слушать со Вселенной на энергетическом уровне. Мы общаемся образами. Вселенная воспринимает нас тоже, наши послания образные. Поэтому очень важно видеть свое намерение. Видеть не просто картинку, а стараться услышать звук. Вот если кто-то хочет дом, я хочу себе там такой-то дом в таком-то месте. Увидеть в каком месте, как далеко от города, какой там запах, как там птицы поют. Увидеть себя рядом с домом, но не из своих глаз. Потому что мозг подумает, что это уже все реализовалось. Для мозга неважно, было это или не было, он это увидит, все, галочку поставил, этого не случится. Видите себя со стороны, как персонажа в игре. Домик, человечек стоит, я знаю, что этот человечек там, Юра, Коля, Артем и так далее. Ну, максимально вот считали обстановку, но в то же время важно не зацикливаться на деталях. То есть, максимально почувствовать, как вы себя ощущаете в своем намерении, что вот у вас уже этот дом случился, вы почувствовали, как я себя чувствую, когда у меня этот дом случился, все реализовано, классно, спокойно, свободно. Это свое состояние тоже важно зафиксировать. Но эти детали, которые вы обрисовываете, не вникать ни в коем случае в цвет дома, в интерьер и так далее. Потому что вселенная, возможно, для вас что-то лучшее приготовила. Она вам вместо дома где-то в Подмосковье предоставит дом где-нибудь на Майорке или где-нибудь в Европе или на Бали у вас случится дом. А если вы сильно будете циклиться, я же хотел дом в Подмосковье, а вселенная такая, ну и дурачок, вот тебя на Бали упустил. И еще таких два важных момента, все время загадывать, если даже, ну сначала мы вербально прописываем, открыли блокнот, идеально, если это будет новая тетрадка, отдельная для ваших намерений. И можно в сильные даты это делать и Кадыши, и Новолуния, там какие-то пики затмений, коридоры затмений. И прописывайте свое намерение с такой позиции, то что вот все обрисовываете, какой там запах, как вы себя чувствуете, и так, чтобы это нигде не было частицы «не» и ничего отрицательного. То есть если вы хотите там выздороветь, я не болею. То есть во-первых, частица «не», вселенная этого не слышит, болею, слово программирует, болею. Я здоров. Сразу заменяем. Я не хочу никогда быть бедным. Опять-таки никогда не хочу бедным. Вселенная считывает это. Если ты, я нахожусь в состоянии изобилия, богатства, у меня много денег, просто я стою в очередь за деньгами, они к ним приходят, через меня проходят, я отдаю их дальше и не привязываюсь к ним. Вселенная, о, классный, осознанный парень, дам. Случится. И важно, чтобы еще не происходило, чтобы вы не вмешивались в волю чужих людей. Загадывать нужно для себя. Нельзя загадывать для кого-то. Я хочу, чтобы мой ребенок поступил на юрфак. Я хочу, чтобы мой муж облагоразумился. Да у него своя судьба, ему вообще свои уроки надо в жизни пройти. Если вы вместе сошлись, не факт, что ты имеешь право вмешивать свою судьбу. Но можно говорить, что я хочу, чтобы мой муж чувствовал себя счастливо или максимально благоприятно реализовал себя. Вот такие моменты, если вы хотите для других людей, то тогда да. Но в то же время вы должны делать такую привязку. Если вы для кого-то делаете, то говорите, я хочу, чтобы мой супруг, мой сын максимально себя в этом реализовал. И я себя рядом с ним чувствую вот так-то, так-то, и так-то. И происходит привязка такая и в уже свершившемся. То есть мы не говорим я получаю, я зарабатываю. То есть я заработал, я получил, я построил, я живу. Вот уже в случившемся времени. Основные моменты по намерению. Сегодня, кстати, полнолуние, и я зашел на лендинг с твоими бесплатными сессиями и увидел там одну подтемку такую, один блок. Это космоэнергетический тайм-менеджмент. Расскажи немножко про это. Что это такое? Это наша отдельная программа, которую мы помимо обучения космоэнергетике еще запускаем в сильные даты. Программа. Эта программа идет в коридор затмений. Три недели, когда мы даем людям сонастройку, скажем так, как люди могут себя сгармонизировать в определенный день. Ну, ни для кого не секрет, что там луна, там, Monday на английском, Monday, то есть день луны. Да, та же самая сабада на испанском, суббота, у нас это там Сатурн-дэй на английском, день Сатурна. Здесь такие моменты, которые считываются, то есть каждому дню своя планета. Понедельник, луна, вторник, Марс, Меркурий, среда, четверг, Юпитер, Венера, пятница, суббота, Сатурн и воскресенье, Солнце. Есть рекомендации по питанию, рекомендации по цвету одежды, рекомендации по практикам. Вот это такой у нас укомплектованный такой курс, как люди могут себя сонастроить с временем, с текущим, потому что в коридор затмений начинают всех колбасить. Люди не понимают, что происходит и могут там поссориться, аварийность на дорогах увеличивается. А тут ты такой прочитал, лучше кушать легкую пищу белого цвета, даже даем рецепты, одеваться в такую-то одежду и пропеть такие-то мантры. Все, человек получил инструкцию к действию, сел, проработал себя в этот день и день у него как по маслу. То есть это не про управление своим дневным временем, а скорее про сонастройку? Это про управление энергией в дневном времени, скажем так. Поэтому космо-тайм-менеджмент. Ты сказал про неправильный секс. Ну, скажем, да. Что ты имел одно? Неправильное отношение к сексу, если с точки зрения морали. Мы здесь пришли все-таки в двух формах мужчина-женщина, наш мир дуален, день-ночь, инь-янь и так далее. И естественно, что мы реализуем себя, когда мы соединяем два противоположных аспекта. Когда кто-то из нас находится, допустим, мужчина, какие бы деньги он ни зарабатывал, какими проектами он не ворочал, он себя до конца не реализует без женщины. Женщина то же самое. Какой бы крутой она ни была, практиком или бизнес-лэйзи, неважно, с мужчиной она себя реализует максимально. И если у нас внутри такая установка, то, что я там буду один, я там полигамин, допустим, я люблю всех, это неправильная установка, которая будет на уровне кармы, на уровне энергии твою энергию просто сливать. Мы однозначно моногамные существа, мы должны себя реализовывать с одним партнером, потому что только с одним партнером раскрываются такие аспекты на протяжении времени. Время циклично, есть клетки обновляются раз в семь лет, какие-то циклы Луны, циклы Солнца и так далее. Каждый какой-то период у вас происходит обновление ваших отношений. Если вы в отношениях не проработали какую-то ситуацию, плюнули, сказали, нет, это плохой человек, он меня во всем винит, я пойду дальше. Пришли, а там такая же ситуация, только в других каких-то формах нарисовалась. Ситуация будет повторяться, пока вы внутри себя эту ситуацию не проработаете. И вот на уровне морали важно понимать, что мы созданы для моногамных отношений, для развития с одним партнером, потому что секс это очень трансцендентная тантрическая практика. Секс это ворота в космос. Мы поднимаем энергию кундалини, мы запускаем все наши чакры, у нас открывается просто такой столб света, через который мы можем духовно расти, вспоминать свои прошлые жизни, напитывать энергии и так далее. Это на моральном уровне, ну а на физическом уровне элементарно сохранять верность одному партнеру, даже если вы находитесь один сейчас, без партнера. У меня был такой период, я 6 лет ушел в такое отречение с 21 по 27 примерно лет я ушел и устроил себе целебат с точки зрения духовных практик. Я знал, как это работает, я знал, что это наш потенциал энергии, который мы если расплескиваем, мы тратим энергию, но это можно использовать на что-то более благое. Я тогда работал барменом, я тогда не видел смысла в каких-то таких временных отношениях и в этих всех простых, скажем так, поверхностных девочках я понял, мне сейчас лучше сконцентрироваться на этом, зато я там для себя получу такие-то выгоды. Эти выгоды я получил, потому что действительно происходило большое накопление энергии, с которой я работал, которую я сублимировал, трансформировал, будучи один. То есть можно заниматься сексуальным гунг-фу, даосским сексуальным гунг-фу, будучи одному. То есть 6 лет у тебя не было никаких сексуальных контактов? Да. А с точки зрения физиологии, как ты считаешь, насколько это делается? Есть определенные праной, если отталкиваться от таких моментов, то кто-то считает, что есть неедение, праноедение, кто-то там был 4 года неедом, праноедом, кому-то это кажется бред-бредовый, кто-то не может проголодать 2 часа. То есть это разные уровни восприятия. Кто-то скажет, что там, не знаю, современная медицина, мне уролог сказал, что вот это неправильно, это вредно. Если относиться к своему физическому телу только как к биомассе, которая здесь ходит, передвигается, и ты человек в этой биомассе, тут есть какие-то законы, да, конечно, это будет плохо, но если понимать, прежде всего, законы взаимодействия энергии, как, я же не просто не входил в сексуальные отношения, я трансформировал эту энергию, я ее перегонял в микрокосмическую орбиту, в макрокосмическую орбиту, это запаковка в Дантиане, в наши центры, это была практика, там по факту от физического семени ничего не оставалось, то есть оно было, как бы, но оно трансформилось в другую энергию, просто потому, что мы не тратили, да, во многих описаниях есть такое упоминание, что мы просто должны, словно говоря, эракулировать, когда мы начинаем ребенка, то есть мы набираем силу, 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 потенциал, мужчина набирает, женщина, и на физическое воплощение души, то есть притягивается очень сильная душа к таким родителям, именно к такому зачатию, и это можно использовать хоть на бизнес, хоть на духовность. То есть энергию, которую ты не потратил, ты ее, условно говоря, перенаправляешь в любые другие жизненные сферы? Условно говоря, если, можно и так, конечно, сказать, но чаще всего большинство людей находится вообще в минусе, то есть это не то, чтобы энергию не потраченную направляют в другое, но эту энергию тратят на восполнение своих сил, какое-то время, ты проводишь правильную сексуальную гунфу, ты наполняешься, вышел в точку ноль, все огласки открылись, ты понял, что-то мне полегчало, классно, у меня энтузиазм появился, у меня идеи появились, люди нужные приходят, я могу проекты реализовать. Вот тогда с этого уровня, если ты себе не мешаешь, ты начинаешь уже направлять энергию куда тебе надо. А все, что до этого происходит, это какие-то разбор скелета в шкафу, то, что раньше было отложено. А ты после вот этих шести лет проходил какую-то диагностику? Конечно, да. Мало того скажу, что одна из причин, почему я начал этим заниматься, конечно, в корне там духовная причина, но у меня были определенные проблемы по здоровью физически, по мужской части, и если относиться к всему, к любой болезни, физического тела, что это некая проблема, которую нужно решить, и ты там обретешь силы. Я прошел несколько циклов лечения по официальной медицине, я никуда не лез, никакую эзотерику не включал, не смогли никак меня вылечить. Я занимался сексуальным гун-фу полгода, потом пришел на обследование, врачи были очень сильно удивлены, ничего нет, того, чего патологического, что там могло быть, ничего нет. Здоровый мужчина. Так что... За полгода? За полгода, да. Я мог бы и раньше пойти, у меня по ощущениям это случилось за полтора-два месяца. Вот полностью ушли ощущения какие-то от физических до там ментальных, то, что я мог себе там надумать. Полгода я так уже подстраховался, я уже не думал идти, но мне чисто эксперименты ради, молодой, еще так вот думаю, все, пойду проверю, зафиксируюсь, поставлю эту галочку, что да, работает или нет, не работает. Проверил, работает. Юра, у меня еще вопрос по поводу космоэнергетики и инициации. То есть, так как мы все люди находимся на этой планете, по сути, у нас у всех есть возможность подключаться к этим энергиям. Однозначно. Как осознанно, так и неосознанно. Насколько нужна инициация в это? Это, то есть, по сути, инициация, это просто описание этого состояния, чтобы ты его запомнил и назвал определенным словом? Это частый вопрос, очень часто его нам в комментариях пишут и полезный очень вопрос. Вот приведу простой пример. Мы вчера приходили к тебе в гости и мне нужен был пароль от Wi-Fi. Ты со своего айфона передал моему айфону возможность выхода к чему-то, подключения к чему-то. Это очень сильно упростило ситуацию. Я мог бы и сам подобрать пароль, использовать другой Wi-Fi, но это усложняет процесс. Момент инициации, момент некого энергетического разрешения и на энергетическом уровне происходит такой вот, на тебе это состояние, можешь этим пользоваться. Вот момент инициации. Когда молодожены приходят в ЗАГС, им что, важна эта проспись? Нет, им важна церемония и состояние, которое они обретут все. Вы теперь муж и жена, заветные слова, супер, живите счастливо. У них внутри прям во, энергетика расширилась. Но с точки зрения космоэнергетики это не просто слова. По парампоре, по духовной традиции передается состояние учителя. То есть, те состояния, которые наработал мой учитель, учитель моего учителя, те состояния, которые наработал я, как бы в заархивированном виде передаются ученику. Почему в заархивированном? Потому что, если сразу всю эту массу вывалить, человек может не выдержать просто-напросто. И он, по мере своего роста, перед ним открываются двери, даются пароли и ключи к определенным базовым состояниям, базовым энергиям. Космоканалы — это эталонные энергии Вселенной, энергии с мест силы, которые можно себе распаковывать. Человек, продвигаясь по этому пути, укрепляет себя, и в нем опыт учителей начинает распаковываться. Он дошел до какого-то своего уровня, о, сейчас такая папка у него распаковалась, сейчас папка доосознанности, папка там левитации, условно говоря. И начинают в нем эти все энергии реализовываться. На физическом уровне прям происходит. Вот этот момент инициации, он не является подключением к какому-то эгрегору, от которого ты получаешь, но которому ты и платишь? Смотри, сам момент, разберем, что такое эгрегор. Несколько человек, группа людей направляют свою энергию в одно русло. Не знаю, кружок физиков. Вот они заморочены, чтобы там что-то новое изобрести. понятное дело, что они что-то отдают. Что они отдают? Своё время, свой интерес, своё внимание, но они получают какие-то блага от этого. Не знаю, партийный билетик, возможно, возможность там посещения каких-то научных, физических мероприятий и так далее. То есть они как получают, так и отдают. Вы читаете книгу, там, философию Канта, вы отдаёте своё время, инвестируете своё время. Вы подключаетесь, ну, скажем так, начинаете взаимодействовать какой-то традиции, вы должны туда отдать какую-то часть своей энергии. Почему сейчас происходит такой момент ускорения всех практик? Если раньше, о чём я уже говорил, нужно было дойти до Тибета, когда не было самолётов, не было там транспорта, полгода пропрактиковать, выпросить, наработать это состояние, чтобы тебе учитель что-то передал, ты инвестируешь время своей жизни, годы своей жизни. Здесь происходит такой процесс, то, что чему говорят, в космоэнергетике нельзя передавать инициацию без оплаты. Родственникам можно, родственные связи кармические, они другие. Там надо понимать то, что вы могли быть в разных завязках, кто кому ещё должен, непонятно, но людям, с которыми у вас нет родственных завязок, тем нужно передавать энергию только за оплату, потому что деньги — это энергия, деньги — это самый простой вид обмена сейчас. Если человек ничего не отдал, то он, во-первых, не будет ценить, а во-вторых, не будет этого правильного энергообмена. Это не с точки зрения заработать денег и так далее. Тут с точки зрения сохранения энергетического баланса для человека, прежде всего. Человек ещё не осознаёт энергообмена, но ты как мастер, я как учитель, я должен понимать, что этот энергообмен должен сохраняться и на моей совести, на моей ответственности сохранить с учеником этот энергообмен. Давай по этапам. То есть на вот этих сессиях бесплатных, которые проходят четыре раза в месяц, там идёт просто соприкосновение с тем, что такое космоэнергетика, дальше бесплатный курс трёхдневный, это введение, чтобы уже чуть глубже погрузиться, и уже дальше идёт обучение и инициация, соответственно. Правильно? Да, во время обучения. Ещё немножко дораскрою эту тему, тему инициации и энергообмена. Кто-то спрашивает, можно ли же самому дойти до этого, зачем платить деньги, зачем там что-то делать. Да, каждый из нас может дойти до этого, но вопрос-таки вы можете захотеть обучиться там гимнастике и пойти на задворных турниках там что-то делать, а можете взять какую-то свою энергию, оплатить себе там тренера, и он из вас за полгода сделать олимпийского чемпиона в красивом зале с крутыми снарядами и в атмосфере других таких же крутых гимнастов. То есть вопрос просто краткости пути. Ты можешь пойти самостоятельно, если чувствуешь тебе эту силу и у тебя есть прям наработки с прошлого, это очень классно. Я прям радуюсь, когда встречаю таких людей. Но большая масса людей, она как раз-таки нуждается в таком способе, в методе, который сейчас улучшит, не просто там даст им просветление, а элементарно улучшит какие-то события в жизни. У кого-то обиды очень много, у кого-то кто-то денег не может себе заработать, кто-то не может предназначения найти, кто-то не может отношения с детьми наладить. Элементарно, на базовом уровне, если не закрыты потребности, ты не будешь думать о Боге, если у тебя нет хлеба, чтобы покушать. Закрыл потребности, пошли дальше. И во время инициации не происходит какой-то такой волшебной штуки, волшебной пилюли, что человек ой, он вдруг резко прозрел, ему дали какую-то энергию, за что он там должен будет что-то отдать. Нет. Человеку открываются дверцы в его бессознательное, к его же ресурсу. Человек неосознанный, как будто бы сидит в такой шкарлупке из своих убеждений, из своих каких-то навыков, опыта жизни. Космоэнергетика открывает эти дверцы и говорит, человек, ты немножко больше. Ты вечная бессмертная душа, многомерное энергетическое существо. Посмотри, и вот тебе есть инструмент, которым ты можешь постепенно, по чуть-чуть улучшить в себе эту сферу жизни, эту сферу жизни и эту сферу жизни. Человек начинает расправлять плечи. Вот. И мы в нашей школе сделали специально так, чтобы это все мягко происходило. Потому что мы шли в космоэнергетику, там были тогда, когда мы обучались, очень такие жесткие условия, не было никакого там подготовительного материала. Ты либо веришь и идешь, либо не веришь и не идешь. Все, заплатил, обучился, не понравилось, твое дело. Мы очень мягко этот процесс выстроили. У нас все очень красиво в личном кабинете устроено. У нас максимально благоприятная обстановка во всех наших чатах. У нас есть кураторы, которые поддерживают, дают нужное знание. Мало того, людям, которые проходят эти бесплатные благотворительные сеансы четыре раза в месяц, мы еще и даем им дополнительные практики. Потому что мы ответственны за, ну вот как Экзюперий писал, за тех, кого мы приручили. Если мы дали людям какую-то практику, у людей что-то вскрылось, всплыло, мы им отвечаем на вопросы в этом чате, даем дополнительные какие-то инструменты, терапевтические письма, психологические практики, чтобы люди смогли себя стабилизировать в этом состоянии. Потому что не каждый может сам справиться с тем, что начинает открываться, когда он постоит под космоканалами. Потом те люди, кто уже прокачался немного, они уже могут пойти на бесплатный трехдневный курс, чтобы ознакомиться с историей космоэнергетики, с основами, с азами, получить несколько энергетических практик, с которыми он уже сможет с собой работать, там же мы даем даже энергетическую защиту. Тоже абсолютно бесплатно. Человек может ее уже нарабатывать и держать вокруг себя определенное поле, даже не будучи космоэнергетом. Только потом, если он почувствовал силу практики, если он почувствовал доверие к учителю, к школе, если он почувствовал отклик, он уже может идти дальше на обучение. У вас есть ограничение какое-то по объему? Потому что так желающих... Мы берем 10 человек в месяц. 10 человек в месяц? Да, я беру. Можно, конечно, брать больше, другие школы берут, но чтобы эффективно все передавалось, чтобы я каждому лично уделил время, 10 человек в месяц, надо понимать, что это практически индивидуальные занятия. Есть несколько уровней обучения в школе, на базовый уровень может больше человек приходить, потому что там, скажем так, энергии даются более универсальные и способы работы с пространством более легкие. То есть там люди... Это не говорит о том, что они менее эффективно получат чего-то меньше. Нет, они просто в степени своей готовности получат именно те инструменты, которые им сейчас нужны. Те из людей, кто заходит на 42 канала, на 2, на 3, на 4 уровень обучения, там уже максимум 10 человек, и я беру очень ограниченное количество. А на бесплатные сессии и курс там есть ограничение? Нет. Там абсолютно любые. А сила в том, что чем больше людей, тем каждый человек друг друга поддерживает. В общем чате формируется такая когерентность. То есть у нас общее поле, и это как, знаешь, вот у нас в нашем ДНК более 5 миллиардов клеток, точнее, в нашем организме более 5 миллиардов клеток ДНК. И каждая ДНК, она немножко вибрирует, немножко излучает такое электромагнитное поле вокруг себя. Но чтобы наш организм целостно работал, нужно иметь какой-то инструмент взаимосвязи там ДНК пальца большой ноги с ДНК там уха, там где-то кусочек. И этот момент связи в ДНК происходит просто мимолетно. Он происходит за счет индукции. Одна ДНК вокруг себя имеет поле магнитное, другая имеет магнитное поле, и в месте пересечения этих полей происходит индукция, и за счет этого одномоментно любая ДНК знает состояние, там если ударил палец, заболела, каждая ДНК в организме знает, что это вообще сейчас произошло. Подобно этому это, конечно, более сложный процесс с людьми, потому что мы сонастраиваемся с людьми, люди сонастраиваются с нами, там есть определенная методика, скажем так, взаимодействия, люди должны написать, поставить плюсик, и тогда те, кто изъявил эту волю, желание поучаствовать в этом сеансе, мы их берем в общее поле. И чем больше людей, тем сильнее общая масса энергетическая. А какие результаты добивались люди, которые проходили у тебя обучение из реальных каких-то изменений, происходящих в жизни, если есть такие? Да, конечно. Да, очень много результатов, сейчас бы вспомнить какой-то самый подходящий. Если из простых, как из простых? Примитивных, да, материальных. Недавно у одной нашей ученицы просто выщелкнула поясница, которая была с 9 класса просто выбита из своего места, вот она ходила, она не могла, ей сейчас 30 с чем-то лет, она не могла нормально жить, ей все это мешало, не согнуться, не разогнуться. Стояла под космосеансом, она была обучена полгода назад, у нее просто произошел такой щелчок, то есть каналы, являясь тонкой материи, тонкой энергией, они кости могут двигать. То есть, как бы канал, он как эталон, да, наш внутренний канал, настраиваясь этим, понимает ту форму, ту энергию, тот заряд, который нормальный. Ты слышал про эксперименты японца, не помню, как его звали, с водой. Когда он на воду наговаривал, ты дурак, я люблю тебя, третью игнорировал, замораживал и разные вот эти снежинки получались. То же самое с биообъектами, на одни зерна наговаривали, я люблю тебя, на рис, по-моему, я люблю тебя, другой игнорировали, один цвел, другой плесневел, третий там, вообще непонятно, что с ним происходило. Мы на 80% вода, наш мозг на 95% вода. Любая вибрация, я тебе сейчас говорю, если я тебе говорю хорошие слова, благие слова, твоя вода эти вибрации считывает. Если я тебе говорю дурак и там какой-нибудь рамштайн начинаю петь, это все начинает вибрировать в тебе. На этом и построены мантры, молитвы и так далее. Соответственно, человек, дождя, какой бы вопрос был изначально? Продолжай, продолжай, я вам помню попозже. Да, когда, в какой среде он находится, это может уже моделировать его как бы, ну, будущее минимальное. Если он пошел на рок-концерт, надо понимать, что сейчас это жесткая энергия, в нем создат определенную вибрацию, которая будет вибрировать. Вот. А, ты про учеников спрашивал. Про результаты. Про результаты. Прикладные какие-то. Да, и когда, вот если тебя поставить рядом с колоколом, с большим, или надеть на тебя колокол и ударить, ты почувствуешь вибрацию в теле. В ночном клубе подошел к колонке, звук играет, он нематериальный, но ты чувствуешь реальную вибрацию, которую отдает. Космоканал — это подобие некой звука. То есть на физическом проявлении там из разных частиц из гамма-лучей оно в каком-то спектре становится почти звуком. И вот этот звук, звуковые волны могут реально двигать кости, раздвигать позвоночники. У нас у людей грыжи уходили, там, подагры уходили. То есть реально происходили у людей улучшения, зрение улучшается, потому что там где-то хрусталик сошел, а канал, являясь такой тонкой вибрацией, он ставит на место, убирает жидкость из глаза, там происходят такие магические вещи. Это если с уровня здоровья. Если с уровня, допустим, психики и в целом восприятия жизни, у нас есть одна женщина, которая пришла к нам в таком достаточно измученном состоянии. У нее муж страдал алкоголизмом, она его в реабилитацию поместила в клинику больше, чем на год. И у них был совместный бизнес, двое детей. И она вообще не знала, что ей делать. И муж, когда вышел, он начал себя очень агрессивно вести. Забирать бизнес, забирать машины, дом, детей. Вообще неадекват. Она обучилась космоэнергетике. Прошел год, он уже стоит на сеансах у нее. Она ему проводит космосеансы, его вся эта спесь успокоилась, он уже ее принял как доминирующую, а это еще мусульманин. Вообще мужчина-женщина, мужчина должен доминировать. И он принял ее состояние, то, что она энергетически выше его, у нее бизнес наладился, с детьми выстроились отношения, мы проклятие проработали. И это случилось буквально за год с копейками. То есть та ситуация, которая могла бы завязать кучу кармических узлов на следующее воплощение, не только для нее, а для детей, для потомков. она решилась уже здесь сейчас за полтора года. Хотя это очень сильно. Мы когда смотрели влияние, там было очень много проклятий на алкоголизм, мужского алкоголизма в семье и на женское несчастье в отношениях. А проклятие расскажи подробнее, как ты видишь. Это такое слово, которое не все понимают. Это больше из прошлого пришло. Проклятие, порча, сглаза и так далее. Это некая энергетическая программа, которую человек подпитывает своим восприятием. То есть если говорить про родовые проклятия, когда-то наши предки бабушка, прабабушка или прапрапрабабушка получили какой-то стресс, не знаю, измену. Мужчина не вернулся с войны, или мужчина алкоголизм, или мужчина бил женщину. Это стресс, который каким-то образом как схелет в шкафу спрятался. Тогда не было психопрактик, люди никак это не прорабатывали. Вот это такая энергия, которая осталась. Бабушка давно ушла, но через эфирные такие импринты это передалось дальше по роду. Вот тебе и проклятие. Это внутреннее такое самопроклятие, есть внешнее проклятие, когда кто-то осознанно приревновал кого-то и сказал, да будь ты там проклят, на такое-то, такое-то дело. Если человек вот это само обстоятельство, он его принял, если он был в таком состоянии, то что он достаточно слабенький, скажем так, его прокляли, он такой, все, меня прокляли, блин, сейчас пойдет. и начинает себя накручивать. Чем больше он об этом думает, тем больше он это усиливает массу, усиливает массу. Это такая энергопрограмма получается, которая тоже передается естественно, по принципу энергообмена передается дальше. А вот тебе и проклятие. Программа неправильного отношения к жизни, к эмоции. Это все очень можно легко, достаточно раскручивать через космоэнергетику. Вообще не важно, как давно это было. 12-е поколение, там очень глубоко шли, шли, копали. Одна женщина приходила, которая мы начали копать в проклятии, и у нее там была такая ситуация, чуть ли не из минерального царства, у нее какая-то была там такая зажатая эмоция, которая ей давила сейчас на жизнь. И она это сама все увидела. Я ничего не говорю человеку. Я могу считать какие-то... Как у меня проходит диагностика, энергетическая диагностика, когда человек приходит с какой-то задачей, говорит, я там, не знаю, пятого мужа сменил, а вот не получается. Или 10 бизнесов поменял, а не получается. Мы начинаем смотреть, какие есть влияния. Я могу смотреть самостоятельно, но поскольку сейчас такое время, что каждый сам себе должен стать учителем, каждый сам себе должен стать доктором, сам себя как вытащить за волосы из ямы. Я открываю на человека канал, Мидиагектас это информационный канал, Гектас космический канал, Мидиа это планетарный канал. И это информационные каналы, которые дают такое возможность считывания информации из пространства. Говорю, все, закрывайте глаза, входите в состояние и задавайте вопросы. Я задаю вот такие бинарные вопросы простые, да, нет, хорошо, плохо, нужно, не нужно, благоприятно, неблагоприятно. И она задает, так, моя ситуация с мужем, там, есть ли какое-то негативное влияние? Да, есть. И сама отвечает, что вы чувствуете? Да, есть. А я проверяю в это время, да, есть. И так человек уходит, а из какого воплощения? А кем я была там, к тому же? И начинает распаковывать, а потом случается момент, так она как бы от ума распаковывала, ну, на связи с Космоканалом, а потом случается момент, когда ей просто архив, молниеносно, образу, и она все видит, всю прошлую жизнь, тот момент, когда это случилось, там, такие истории рассказывали, что аж мурашки по коже идут, где кто у колодца стоял, у кого в какой руке был нож, как кто там со стороны, кто смотрел, и как кто кого проклинал, такое не выдумаешь. И человек в слезах, это все с закрытыми глазами проговаривает. Сам момент, то, что он увидел эту ситуацию, это уже является момент исцеления. То, что ему позволило его сознание дойти до этого момента, потому что это достаточно болючие темы, и сознание блокирует доступ к этим темам. Только через регрессию, через гипноз можно дойти. А в Космоэнергетике вот эти каналы дают, во-первых, тебе энергию, чтобы справиться, и ясность этого восприятия, считывая информацию, чтобы увидеть и суметь там уже что-то исправить. Она попала в ту ситуацию и повела себя по-другому, как эффект бабочки с качером, по-моему, фильм. И ты реально можешь, но это не так магически происходит. Одну ситуацию там изменило, и тут у тебя все вообще, пространство поменялось. Нет. Но меняешься ты, меняются твои отношения к прошлому. Потому что, если человек живет из состояния, что его там обижали одноклассники, то он будет и здесь либо агрессивно себя проявлять по отношению к другим людям, либо от всех ожидать подвоха. Он вернулся в ту ситуацию, исправил там с энергетической точки зрения, и тут все, он расцвел в этой жизни. Ему уже там море по колено. Юра, очень классно. Прям захотелось прийти к тебе, поработать, познакомиться с космонавтедикой. Спасибо большое. Благодарю тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова